Хизир Хачукаев прошел длинный и насыщенный жизненный путь. Несмотря на это, в открытом доступе имеется лишь два достоверных его фотоизображения и одно видео. А деталей его ранней биографии очень немного. Известно, что он родился в 1964 году в Казахстане, в чеченской семье, которая в 1944 году была депортирована. В конце 60-х семья Хачукаева вернулась в Чечню и поселилась в районе Серноводска. Здесь, в Серноводском районе Чечни, Хизир вырос и жил до 1994 года. Чем занимался первые 30 лет жизни Хачукаев, достоверно неизвестно. Можно сказать с уверенностью лишь то, что он был гражданским человеком. Нет упоминаний даже о срочной службе советской армии. Тем более не подтверждается порой встречающаяся в сети упоминание об его участии в афганской войне. Точно известно, что он не был среди тех чеченцев, кто в начале 90-х участвовал в войнах в Абказии и Карабахе. Однако приход к власти в Чечне генерала Дудаева и последовавшая вскоре гражданская война в республике не оставили Хизира в стороне. Хачукаев был среди той массы чеченцев, кто был очарован личностью генерала Джохара Дудаева и его национально-освободительными, как это тогда называлось, идеями. Дудаев, который сам пережил депортацию, активно использовал эту национальную травму чеченцев в своей политике национализма. В условиях перестройки, краха страны и ее идеологии, массовый антикоммунизм и национализм, охвативший Чечню, как и во многих других частях бывшего Союза, быстро перерос в русофобию и радикализм, готовность с оружием в руках отстаивать свои идеалы. Когда летом 1994 года конфликт Дудаевой и чеченской оппозиции перешел в горячую стадию, большинству чеченцев пришлось делать выбор. У чеченской оппозиции было много проблем. Несмотря на наличие формального лидера Умара Автурханова, оппозиция представляла собой, по сути, ряд самостоятельных командиров и политиков, каждый из которых тянул одеяло на себя. Многие из их лидеров не отличались честностью и принципиальностью. Некоторые до 1993 года были сторонниками Дудаева, но затем не поделились с ним власть и доходы. Ну и главное, оппозиция народной массе ничего предложить не могла. Ее лидеры не имели ни достаточного авторитета, ни репутации, ни харизмы. Что характерно, ни Автурханов, ни Гантамиров, ни тем более политический труп после 1993 года Руслан Хасбулатов, все эти лидеры оппозиции даже после восстановления российской власти в нулевые годы не прижились в Чечне и остались жить за ее пределами. Они просто меркли на фоне национального популизма Дудаева, помноженного на харизму чеченского генерала, который очень плодотворно ложился в головы чеченцев в начале 90-х. Мы прошли через жернова. Ложь и насилие, злой обман, еще раз насилие, страшная идеология человека ненавистическая, прикрытая маской гуманизма, спирала с лица земли миллионы людей. Что изменилось сегодня? Ничего империя не собирается изменять. Ничто не меняется в этом мире. Нейперская политика, поддерживая вас Западом, на которую убывали, отдачите прав, человека и свобод. Здесь существует только право сильного, право австного, право злого. И я прошу, народ, что нет на земле силы, ни оружия, ни войск, которые могут победить ТУ. Это показало Афганистан, самая сильная армия мира и держава. Десять лет ковырялись и не сломили этот народ только потому, что там был дух. Етам, Ферак, Сомали. А теперь все как коршуны набросились на бедную Югославию. Как коршуны делить добычу. То бомбардировки, то уничтожение, то бряник, то кмут. В этом мире выживают только сильные духом. Кавказу надо осознать, что единство Кавказа – единственная перспектива от очередного уничтожения и унижения. И я прошу сегодня проститься с трауром и трагедией, которая подтягала Кавказ и чеченский народ. Сегодня мы проводим последний путь с этой земли. Навеки вечное национальный траур. Отныне здесь должен быть праздник, жизнь и созидание. Аллах, Аквар! Аллах, Аквар! По сути, оппозиция по факту воспринималась как пророссийская партия. Так оно, как известно, и было. А тогда это была крайне непопулярная репутация. Так что оппозиция для многих чеченцев воспринималась как предатели, коллаборанты, которые против независимости Ичкерии. И хотят ее снова загнать под власть империи, как публично называл Россию Джохар Дудаев. Но когда в конце августа 94-го отряда оппозиции перешли к активным действиям, то сумели сперва достичь определенных успехов, заняв такие города, как Аргун и Урус-Мартан. Дудаев ответил мобилизацией своих сторонников и расширением своих вооруженных формирований. Помимо таких кадровых подразделений вооруженных сил, как Президентская гвардия, подразделения Департамента госбезопасности, Абхазский батальон, Шалинский танковый полк и отряд спецназа Борс, стали повсеместно создаваться территориальные отряды ополчения. Специфика той гражданской войны на минималках, которая разразилась в Чечне летом 94-го, заключалась в том, что преимущество получал тот, у кого в каждом населенном пункте окажется более многочисленный вооруженный отряд своих сторонников. В этот период и произошло значительное расширение дудаевских формирований. Если до этого кадровый костяк вооруженных сил Ичкерии насчитывал не более трех тысяч человек, то осенью 94-го развернулся до десяти тысяч. И было это достигнуто прежде всего созданием территориальных отрядов. Их называли гордо полками по названию своих районов. В Шатое, например, появился известный в будущем Шатойский полк. В Серноводске, где жил Хизир Хачукаев, начал формироваться Галанчожский полк. Своё название полк получил честь Галанчожского района, исторического административного района Чечни, который существовал до 1944-го года. Исторический Галанчожский район включал современные Серноводское, Ачхоймартан и Бамут. Из этих населенных пунктов в полки набирали людей. Хачукаев сделал выбор в пользу Дудаева и добровольно вступил в Галанчожский полк. Этот полк, как и другие ему подобные, создавался в первую очередь для борьбы с оппозицией. И представлял собой, по сути, ополчение из местных селян, сопутствующими любому ополчению чертами. Здесь было не очень много людей с боевым опытом или даже с опытом службы в армии. Возрастной состав и физическое состояние были очень различны. А с хорошим вооружением, по крайней мере на этом этапе, было туго. На оригинальных кадрах бойцов Галанчожского полка, снятых в октябре 1994-го, можно увидеть как и возрастных дедушек, так и винтовку Мосина, например. Но этого было вполне достаточно, чтобы противостоять немногочисленным отрядам оппозиции, у которых с кадровым составом было еще хуже. Галанчожский полк уверенно держал под контролем свою территорию, не допустив сюда сторонников оппозиции. И получил первый ограниченный опыт в перестрелках с отрядами оппозиции. В общем, созданные территориальные части успешно решили свою главную задачу, не допустив расширения влияния оппозиции на остальные районы Чечни. А активные наступательные действия против оппозиции провели уже отряды опытных ветеранов Абхазии и Карабаха под руководством Руслана Гилаева и Умалта Дашаева, поддержавших Дудаева. В сентябре бойцы Гилаева отбили обратного отряда Руслана Лобазанова в город Аргун, а в октябре был снова взят под контроль Урусмартан, откуда был выбит отряд Беслана Гантамирова. К ноябрю оппозиция потеряла все свои завоевания, контролируя только часть северной равнины Чечни. Окончательный крах оппозиции отдалял только российский военторг, регулярно поставлявший ее отрядам вооружение и технику, пока что в тайном режиме. Однако вопрос о грядущем открытом вмешательстве и прямом вводе российских войск уже витал в воздухе. Большая война приближалась, и Дудаев спешно к ней готовился. Созданные территориальные отряды не распускались, а наоборот, включали состав вооруженных сил на постоянной основе. Поступив в подчинение главному штабу под руководством советского полковника Аслана Масхадова, эти отряды стали активно готовиться к вторжению. В них начали создавать подобие какой-то структуры армейского образца, выдавались автоматы, гранатометы и артиллерия. К декабрю 1994-го людей с мелкашками и винтовками Мосина в галанчурском полку уже не было. Несмотря на это, галанчурский полк на начало Чеченской войны насчитывал 120 человек. И, конечно, полком был формально, но в его составе была гаубица Д-30 и миномет. Когда 11 декабря 1994-го года российские войска пересекли границу с Чечнёй, среди дудаевцев нашлись люди, которые предпочли покинуть Чечню. Либо самоустраниться, чтобы дождаться, кто выйдет победителем. Сейчас, с позиции послезнания, зная, во что это перерастет и насколько это затянется, нам трудно представить атмосферу неизвестности в первые дни войны, в военном отношении. При всех ее проблемах преимущество российской военной машины над Чечнёй казалось колоссальным. А политические расклады грядущей войны глазами российского руководства хорошо известны высказываниями официальных лиц. Про грозны за два часа и то, что чеченцы в массе своей будут встречать российских солдат хлебом с солью. Так что в условиях первых недель войны целый ряд высокопоставленных соратников Дудаева решили не испытывать судьбу и сбежать. Покинул Чечню первый вице-премьер правительства Дудаева Майрбек Мугадаев, вице-премьер Хусейн Ферзаули, министр сельского хозяйства Магомадов. Но, пожалуй, главным разочарованием для Дудаева стало бегство верховного муфтия Чечни Мохаммеда Алсабекова. Алсабеков был сторонником Дудаева по религиозной линии с самого начала, с 1991 года. Но после начала войны, в самый критический момент, когда должность муфтия Чечни обязывала возглавить идеологическую поддержку войне с Россией, он отказался от объявления джихада и призывов убивать русских и предпочел уехать в Казахстан, где и находится до сих пор. Срочно пришлось искать ему замену человека, который твердо поддержит Дудаева и согласится призвать чеченцев к джихаду, объяснив им, что убивать столько русских, сколько они смогут – это священная обязанность любого правоверного чеченца. Такую роль согласился принять на себя заместитель Алсабекова Ахмат Кадыров, которого и назначили муфтием вместо него. Докатилась волна дезертирств и до Галанчурского полка. Его командир Солому Малатов после начала войны также самоустранился и исчез. Нужно было срочно назначить нового командира полка. И в этот момент важно было не наличие боевого опыта или воинских талантов, которыми в Галанчурском полку все равно мало кто мог похвастаться, а преданность Дудаеву и готовность сражаться с русскими. Видимо, этими чертами обладал служивший в полку Хизир Хачукаев, который успел получить такую репутацию, что командовать полком в декабре 1994-го доверили ему. Так, подобно Ахмату Кадырову, трамплином для карьерного роста Хачукаева стал исторический момент времени и окно возможностей в связи с нерешительностью их предшественников. Впрочем, нужно и отметить, что ущерб от дезертирства некоторых дудаевских руководителей в начале войны не так велик, как польза для режима Дудаева, которую принес ввод российских войск. Большая масса чеченцев, которые до войны не были сторонниками Дудаева, держась от него в стороне, после ввода войск в силу менталитета ситуативно объединились под его знаменами, став против внешнего вмешательства. Так что вертикаль политического режима Дудаева не только не рассыпалась, но и сумела в годы войны мобилизовать на свою сторону значительную часть чеченского общества. Однако война – одна из самых сложных сфер человеческой деятельности, и одной решительности в ней недостаточно. Хачукаев и его полк были абсолютно сырым воинским коллективом, а предстоящая война мало чем напоминала прошлые стычки с оппозицией. Первые 10 дней войны Галанчорский полк отступал, не вступая в бои, оставив Серноводск, в котором он изначально базировался, и отступил к Алханкале, заняв позиции на западных подступах к Грозному. За отступающими чеченцами по этому направлению двигалась российская сводная полковая группа из состава 76-й воздушно-десантной дивизии. Передовые части десантников к 20 декабря заняли горный хребет у Алханкалы, напротив позиции Галанчорского полка. Приведя той же ночью разведку российских позиций, чеченцы пришли к выводу, что на высоте лишь одна рота, и решили следующей ночью ее атаковать и уничтожить. Инициатива исходила полностью от Галанчорского полка. Чеченцы действовали без приказа главного штаба Масхадова. Галанчорцы явно вдохновлялись эпизодом, который произошел на второй день войны у села Долинское, когда чеченский град беспрепятственно накрыл российскую колонну. В данном районе у чеченцев тоже была установка град, и галанчорцы решили, что если и на их участке также произвести удар градом, который еще дополнить наземной атакой, то десантники будут разгромлены. Им действительно выделили этот град, и в ночь на 21 декабря он произвел залп в сторону российских позиций. С таким понятием, как корректировкой цели указания, галанчорцы, видимо, знакомы были смутно, и снаряды града улетели куда-то в приблизительном направлении. Куда улетел тот залп, так и осталось загадкой, но на российских позициях обстрел градом не заметили. Атаковали чеченцы тремя группами, радиосвязь между ними отсутствовала, так что когда все три группы ушли по своим направлениям, изменить либо прервать операцию возможности уже не было. В итоге одна группа в ночи заплутала, и не найдя позиции десантников, вернулась обратно. Другая обнаружила позиции, но русских на них оказалось гораздо больше, чем предполагалось, и чеченцы также вернулись, не решившись вступать в бой. В итоге атаку произвела лишь одна группа из 38 чеченцев, которая не знала о том, что остальные группы вернулись, и ее не поддержат. Десантников действительно оказалось больше. В реальности на хребте занимали позиции не одна, а две роты. Удар группы чеченцев пришелся как раз в стык их позиций. В темноте чеченцам удалось подобраться вплотную к позициям и открыть неожиданный огонь. Так что первые минуты им сопутствовал успех. Из гранатометов они смогли уничтожить одну БМД. В бою погибли трое десантников. Но затем огонь БМД двух рот просто опустошил чеченскую группу. Из 38 чеченцев к своим смогли вернуться лишь 11, большей частью ранеными. 27 бойцов галанчурского полка погибли в своем первом бою с российской армией. Все их тела остались лежать на поле боя. Соотношение убитых 27 к 3 не тот результат, на который рассчитывали чеченцы. И бой Волхан-Калы стал чеченской пропаганде настоящим героическим эпосом. Об этом эпизоде даже упомянул Зелимхан Яндарбиев в своих мемуарах в 96 году. Оказалось, что окружение чеченского отряда произошло не из-за отсутствия координации и неопытности, а из-за неких пророссийских предателей, которые предупредили об атаке, и чеченцы попали в заранее подготовленную засаду. Окруженным предлагали сдаться, но они само собой отказались. Тогда русские атаковали сплошными бесконечными цепями солдат, которые шли в атаку в полный рост с автоматами наперевес, невзирая на колоссальные потери, не иначе как опитые водкой. Главными героями были назначены погибшие в бою чеченские братья, Арби и Усман Индербаевы, которые прежде чем погибнуть, усеяли всю долину российскими трупами. Как видно, что российские, что чеченские замполиты фантазией не обладали, и только меняли принадлежность тех, кто в очередной раз предлагал сдаться или шел в атаке в полный рост живыми волнами. Ну и списывать свои косяки на безымянных предателей – это непроходящая классика. Галанчурский полк потерял в своем боевом дебюте сразу четверть своего состава и покинул позиции Волханкалы. Галанчурский полк порой в интернете называют не иначе, как «галанчурский полк специального назначения», окутывая аурой очередного загадочного чеченского подразделения из отборных головорезов. Ничем подобным Галанчурский полк никогда не являлся. На следующие два месяца подробности боевого пути полка теряются. Известно лишь, что его бойцы принимали участие в боях за Грозный, и там уже прошли настоящую школу боевых действий против российской армии. В феврале 95-го полк находился у села Гойты, южнее Грозного. Когда 21 февраля 245-м это стрелковый полк перерезал в данном районе шоссе на Грозный, заблокировав город с юга, Галанчурский полк был среди отрядов, которые бросили в контратаку. Полк на тот момент насчитывал 70 бойцов, и в безуспешной попытке атаковать потерял в бою с 245-м полком еще как минимум четверых погибших и несколько раненых. После этого вместе с остальными отрядами боевиков полк начал общий отход от Грозного на юг Чечни. Итак, к началу марта Галанчурский полк оказался в селе Бамут, которое до этого момента война еще не затрагивала. Полк занял именно Бамут вследствие своего состава. Как помним, полк комплектовался уроженцами этих мест. Его роты комплектовали уроженцами, как правило, одного села. И с самого начала в полку имелась Бамутская рота. В состав этой роты записался уроженец Бамута по имени Руслан Хайхароев. О Хайхароеве известно еще меньше, чем о Хачукаеве. Но также известно, что Руслан Хайхароев, как и Хачукаев, до 1994 года был гражданским человеком, работая в своем селе рабочем. Так что какое-то время Хайхароев был рядовым бойцом и подчиненным Хачукаева. Хайхароев прошел горнило грозненских боев и к марту уже был командиром своих земляков в составе галанчужского полка. А учитывая, что полк на то время насчитывал менее 70 человек, Бамутцы, видимо, составляли значительную часть оставшихся в строю. Так что желание идти именно в Бамут, чтобы защищать свои дома, было очевидным. К тому же остальным галанчужцам, таким как Хачукаев, идти больше все равно было некуда. Его родной Серноводский район уже был занят российскими войсками. Был еще целый ряд факторов, сделавших Бамут в будущем одним из символов той войны. В конце ноября, буквально накануне ввода российских войск, Дудаев отдал распоряжение о формировании в населенных пунктах Чечни отрядов самообороны. На этот раз это должны были стать в прямом смысле отряды местной территориальной обороны. Они всегда должны были находиться только в своем населенном пункте. И главный штаб не мог их перебрасывать в другие районы. Предлагалось сформировать отряды от 50 до 200 человек, в зависимости от численности населенного пункта. Всего в отряды местной самообороны должно было войти около 3000 человек. Это должно было расширить численность дудаевских формирований с 10 до 13 тысяч. В реальности мы не знаем, насколько этот проект был реализован. Где-то отряды обороны таки не были созданы, где-то были созданы, но в итоге к Дудаеву не присоединились, соблюдая нейтралитет и пойдя на соглашение с российским командованием. Говорить о том, что цифру одновременно в 13 тысяч бойцов под ружьем Дудаев достиг, вряд ли приходится. Все же судьба первого командира галанчерского полка говорит, что были и дезертиры. Так что те отряды самообороны, которые были созданы, возможно покрыли убыль от дезертиров, устаканив общую численность все на той же отметке в примерно 10 тысяч бойцов. Однако Бамут был тем селом, где местный отряд был достаточно быстро сформирован. Бамут до войны был крупным селом с населением около 7 тысяч человек. И в конце ноября Бамутцы сформировали свой отряд в 200 бойцов. По чеченской традиции отряд гордо назвали Бамутский полк. Бамутцы были заряжены не только на территориальную оборону, но и на активные действия. И по собственной инициативе направили свой отряд в Грозный. Грозный встретил радушно. Уже 1 января там погиб первый командир Бамутского полка Абу Гудиев. А Бамутцы понесли чувствительные потери. Но здесь они прошли серьезную обкатку боем. И приобрели ценный опыт по оборонительным уличным боям против российской армии. К концу зимы Бамутцы вернулись из Грозного в свое село. Таким образом, Бамут был одним из немногих сел, где был создан крупный отряд самообороны. Вдобавок приобретший опыт боев в Грозном. Это была еще одна причина для Галанчурского полка направиться в это село. Ведь там можно объединить поредевшие силы двух полков и вместе усилить его оборону. Ну и наконец, третий фактор. Стратегия. Это всегда география. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в Западной Чечне более подходящих для обороны населенных пунктов не оставалось. Расположенные на севере Серноводской Самашки уже находились в тылу российских войск. А Чхой Мартан, как лучше видно на спутниковой карте, находится на равниной части, вокруг сельские поля. И его можно легко блокировать. Бамуд же своей южной стороной упирался в огромный пороший лесом горный хребет, который уходит далеко на юг, юго-запад и юго-восток. Эти места настолько дикие, непроходимые и безлюдные, что даже во Вторую Чеченскую боевики предпочитали скрываться в лесах юго-восточной Чечни, где в отличие от юго-западной есть хоть какие-то населенные пункты и проходимые тропы. Так что Бамуд можно было блокировать с севера, с равниной части, но окружить с юга было очень тяжело, почти невозможно. В свою очередь через эти горы и леса можно пройти тропами, хорошо известными только местным жителям, как на юго-запад, где буквально в двух километрах уже начиналась территория Ингушетии и располагалось ингушское село Аршты. Аршты ингушским селом являлось чисто территориально. Здесь почти все население чеченцы. Многие приходятся родственниками и друзьями-бамудцам, которые могли рассчитывать здесь на убежище и помощь. А граница Чечни с Ингушетией никак не охранялась, тем более среди лесов и гор в районе Аршты. Также имелась коммуникация и на юго-восток, установив связь с цепочкой горных сел Шалажи, Рошничу, Мартанчу. Эти места всю войну оставались вводчиной боевиков. Так что бамуд было трудно блокировать, а вследствие этого намного легче оборонять, чем расположенные на равнении другие села Западной Чечни. И в то же время бамуд имел возможность связи с Нешнимиром и с другими районами, в которых находились боевики. Все эти факторы и причины и привели боевиков в бамуд и сделали его ареной будущих боев. Однако на карту смотрели и по другую сторону, в штабе объединенной группировки войск. Там видели несколько иную картину и в несколько ином масштабе. Помимо бамута, в марте 95-го дудайцы контролировали более половины Чечни. И на повестке стояло освобождение прежде всего крупных городов, таких как Аргун, Шали и Гудермес. Бои за эти города шли весь март, и все боеспособные части Министерства обороны задействовались на этих направлениях. Российское командование в принципе правильно оценивало силы боевиков на западе Чечни как наиболее малочисленные и слабые по сравнению с другими районами. И в условиях дефицита боеспособных армейских частей было принято решение отдать западные районы Чечни в оперативное подчинение частей внутренних войск. Для главного штаба вооруженных силы Чкерии приоритетом также являлись другие направления. В марте 95-го российское наступление затронуло три из четырех чеченских фронтов. Единственным фронтом, который оказался в стороне от событий в этот момент, стал Западный фронт, который, соответственно, имел меньше всего ресурсов и не получал подкреплений. Командовал фронтом Ваха Арсанов. Однако в довольно многочисленных чеченских публикациях и воспоминаниях в обороне Бамута Ваха Арсанов никак не фигурирует. Формально относясь территориально к Западному фронту, отряды, отступившие к Бамуту, на деле оказались предоставлены сами себе. Всего в марте в Бамуте оказалось 180 боевиков. Уроженцы Бамута, служившие в Галанчурском полку, воссоединились со своими односельчанами и влились в Бамутский полк. Так что большую часть защитников села стал составлять именно этот отряд. Его возглавил Руслан Хайхароев. Галанчурский полк после этого сократился до примерно 30 человек. В воспоминаниях одного из его бойцов он уже называл свой полк как просто группа Хизира. По сути, на этом история Галанчурского полка завершилась. В будущем никаких упоминаний отряда с таким названием у боевиков нигде не всплывало. Его уцелевшие бойцы растворились в других формированиях. Так Хизир Хачукаев, у которого еще недавно Руслан Хайхароев был подчиненным, стал командовать небольшой группой, а Хайхароев наоборот наиболее крупным отрядом. Это могло породить конфликт, кому из двух командиров будет принадлежать единое командование обороны села. Однако чеченцы сумели решить вопрос общего командования наиболее грамотно и эффективно. Хайхароев и Хачукаев остались лишь командирами своих отрядов, а главным органом, руководившим обороной села в целом, стал военный совет из целого ряда местных полевых командиров и старейшин села. Совет выбрал коменданта села. Им стал местный уважаемый уроженец, прошедший бои в Грозном, Рамзан Ферзаули, никаких изображений которого не имеется. Но главной фигурой всей этой истории стал человек, которого выбрали начальником штаба обороны – Ширвани Албаков. Среди полевых командиров, которые еще полгода назад все были гражданскими людьми, Албаков был единственным кадровым военным. К сожалению, нигде нет подробностей о месте службы Албакова в советский период и в дудаевской армии. Но все признают, что это был наиболее опытный, уважаемый и грамотный командир среди тех, кто в тот момент оказался в Бамуте. Именно у мух Ширвани Албакова принадлежат все успехи боевиков в Бамуте, которых они добьются весной 95-го. Про Бамут часто можно услышать, что в советское время там располагалась ракетная часть, и после нее остались шахты и бетонные доты, которые боевики использовали в обороне. Этакой линией Маннергейма с железобетонными колпаками мы снова обязаны мемуаром генерала Трошева. Именно оттуда стартовал такой образ неприступной крепости Бамут. Что ж, ракетная часть под Бамутом и вправду была, и боевики даже сперва действительно заняли ее бетонные шахты, пытаясь оборудовать там опорные пункты. Однако первое, что сделал Ширвани Албаков, став главным по организации обороны, это полный пересмотр всей ее тактики. Ракетную часть, ее 4 шахты, можно и сейчас отчетливо увидеть на спутниковых картах, как и проложенную к ней хорошую дорогу. Также можно видеть, что ракетная часть находится на расстоянии почти в полтора километра по прямой от Бамута. Этот опорный пункт с единственной дорогой можно легко окружить и изолировать от Бамута. И Албаков решил не опираться на ракетную часть в своей обороне. Он вообще не был сторонником статичной обороны. Тактику обороны Бамута он строил на опыте Грозного. Подвижной обороны небольшими мобильными отрядами, которые не привязаны к каким-то опорным пунктам. Его план даже не предусматривал какую-либо оборону на подступах и окраинах села. По опыту Грозного, Албаков ожидал от российского командования шаблонных действий. Входа в село бронетанковой колонной, которую можно беспрепятственно пропустить вглубь населенного пункта, а уже затем устроить на его улицах огненный мешок колонии. Расположение села для этого было идеальным. Как видно, оно как бы углубляется в горы, и по его обеим сторонам над Бамутом нависают поросшие лесом горные склоны. Вот с них, с двух сторон, с господствующих высот, можно держать под огневым контролем все село и всех, кто в него войдет. Не нужны никакие опорные пункты, никакие окопы и блиндажи, которые все равно российская артиллерия и авиация рано или поздно перемолят. Нужно использовать такую тактику, которая нивелирует российское преимущество в артиллерии, авиации и бронетехнике. Нужно небольшими группами закрепиться, тщательно замаскировавшись на лесных господствующих высотах по флангам села. Скоро все зазеленеет, и обнаружить на них боевиков будет очень сложно, а значит, от авиации будет очень мало толку, и значит, сложно будет точно наводить артиллерию. Никаких дорог, подобных той, что вела к ракетной части, здесь уже нет. Чтобы брать высоты, нужно подниматься вверх по склону пешком, а значит, в битве за высоты бронетехника почти исключалась. К тому же, очень скоро чеченцы почувствовали, что укрытие из ракетных шахт не очень надежное. В ходе одного из авиаударов бомба попала в одну из шахт и погибло сразу 8 боевиков. Именно с ракетной части российские войска стали прощупывать оборону боевиков в данном районе. Почему-то в Википедии указано, что Бамутская эпопея началась 10 марта 1995 года, хотя первый бой на подступах произошел 5 марта. В этот день подразделения 47-го полка оперативного назначения внутренних войск атаковали позиции боевиков в районе ракетной части. Боевики, в соответствии с замыслом Шервани-Олбакова, не стали удерживать территорию военного городка до последнего и отступили ближе к Бамуту. Однако бой 5 марта принес первых погибших. Ими стали лейтенант Виталий Трофимов и рядовой Сергей Чернышов. Они открыли список российских потерь в боях за Бамут. На этом роль ракетных шахт в истории обороны Бамута закончилась. Они были заняты в самом начале продвижения к селу. Заняв ракетную часть, однако, российская активность в данном районе остановилась почти на полтора месяца. Прежде чем двигаться непосредственно на Бамут, необходимо было сперва взять под контроль остальные населенные пункты в равнинной части западной Чечни. Прежде всего, Самашки и Ачхой Мартан. Как уже говорилось, все это предстояло делать группировки внутренних войск. И это уже было серьезной проблемой для российской стороны. Как известно, боевые действия в Чечне не были войной. Это была операция по восстановлению конституционного порядка в одном из субъектов Российской Федерации. Правовой статус и контекст операции в принципе предполагали широкое применение для решения данных задач сил МВД, а не Министерства обороны. И российское политическое руководство очень любило играть этими терминами. Постоянно повторялись заверения, что военный этап операции завершен, и теперь функции переходят к МВД. Первый раз президент официально объявил об эффективном завершении военного этапа уже 19 января 1995-го, в день, когда был взят дворец Дудаева. Никакого отношения к реальности данные заявления не имели, но посылали четкий сигнал общественности, что все под контролем, никакой войны у нас нет, просто операция, которой теперь заниматься будут не армия, а органы правопорядка. Политическая целесообразность спрятать настоящую войну под слоем юридических терминов наложилась с катастрофической нехваткой частей Министерства обороны для решения поставленных задач. И все это вместе привело к тому, что значительная часть объединенной группировки войск в Чечне к весне 1995-го составляли части внутренних войск и отряды СОБРа и ОМОНа. И если любому обывателю очевидно, что СОБР и ОМОН – это непроактивные наступательные боевые действия, то внутренние войска, возможно, могут восприниматься как уже более подходящая для этой задачи структура. Они же и называются даже так – войсками. В действительности, внутренние войска в 1995-м году были такой же неподходящей для ведения войны в Чечне структурой. Внутренние войска в принципе не были предназначены для ведения войны. Внутренние войска МВД позднего СССР, которую наследовала Россия, осуществляли охранные функции. Ведомство занималось охраной 300 стратегических объектов на территории страны. Объектов энергетики, в том числе атомных станций, транспортной инфраструктуры, закрытых административно-территориальных образований и режимных объектов. Второй основной задачей являлось обслуживание уголовно-исполнительной системы и конвоирование заключенных. Третья функция – это патрульно-постовая служба в наиболее крупных городах и борьба с массовыми беспорядками. Так что, несмотря на наличие своей структурой дивизий, полков и отдельных бригад, организационно-штатная структура частей внутренних войск была заточена не под наступательные и не широкомасштабные боевые действия. Если взглянуть на типовую штатную структуру полка внутренних войск, то можно увидеть, что в его артиллерийско-зенитном дивизионе из артиллерии есть только минометы. Никаких гаубиц внутренние войска не имели по определению, как не имели и танков. Также, один из двух батальонов полку внутренних войск обычно был укомплектован не БМП, а БТРами. А БТРы, как средство поддержки пехоты, в настоящей войне значительно уступают БМП. И в броне, и в проходимости, и тем более по вооружению. То, что внутренние войска не были предназначены для войны, отразилось не только на их штатной структуре и материальной части, но и на системе подготовки кадров, прежде всего офицеров. Офицеры для внутренних войск готовились не в военных училищах Министерства обороны, а в специализированных учебных заведениях МВД. Люди, окончившие данные заведения в советское время или в начале 90-х, никогда не готовились к командованию такими боевыми действиями, которые разразились в Чечне. И вот теперь этим войскам и этим офицерам доверили целый самостоятельный оперативный район на западе Чечни, на котором им предстояло своими силами установить конституционный порядок. Возглавил группировку внутренних войск в Чечне генерал Анатолий Романов, человек с характерной ведомственной биографией. Романов был плоть от плоти советской системы внутренних войск МВД. Отслужив срочную службу в внутренних войсках, он поступил и окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД, после чего 12 лет прослужил в этом же училище на преподавательских должностях. Затем сразу возглавил 546-й полк внутренних войск, который занимался охраной закрытого города Златоуст-36 и расположенного в нем оборонного предприятия. Затем возглавил дивизию, в которую входил этот полк. А после того, как в 92-м году стал генерал-майором, возглавил управление по охране важных государственных объектов и специальных грузов. То есть, вплоть до получения генеральского звания, Романов всю свою жизнь занимался либо преподаванием в училище МВД, либо деятельностью по охране государственных объектов. Как такой человек мог возглавить войсковую оперативную группировку в самой настоящей войне? Летом 93-го Романов стал заместителем командующего внутренними войсками России и в этой должности встретил октябрь 93-го. Когда в Москве произошла маленькая двухдневная гражданская война, руководство внутренних войск решительно поддержало президента Ельцина. Как вспоминал тогдашний командующий внутренними войсками генерал Куликов, когда он объявил своим замом, что если кто-то из них не готов выполнить задачу по открытию огня на поражение в отношении защитников Белого дома и их сторонников, то они могут отказаться без последствий для себя, никто из них не отказался. А генерал Романов даже встал за стола и твердо произнес «Мы в одной команде. Будем выполнять распоряжения командующего». В результате Романов стал одним из главных руководителей силовых структур по событиям 3-4 октября в Москве. Заслуги были оценены высоко, и уже 7 октября он был награжден президентом Орденом за личное мужество. После октября 1993-го все генералы всех силовых ведомств, кто непосредственно поддержал президента, были наделены этим президентом большим лимитом доверия и карьерного роста, которому такие второстепенные с точки зрения политической целесообразности вещи, как провалы, неудачи и обильно пролитая кровь российских военнослужащих помешать не могли. Так Анатолий Романов получил звание генерал-лейтенанта и возглавил оперативную войсковую группу внутренних войск в Чечне с самого начала, со дня ввода российских войск. Активного участия в штурме Грозного абсолютно не предназначенные для этого внутренние войска сумели избежать. Но когда после взятия города война только разрослась и приняла затяжной характер, и армейских частей не хватало, а президент уже вроде как объявил об эффективном завершении военного этапа, то теперь группировки внутренних войск генерала Романова поставили более активные задачи. Учитывая общую слабость и неготовность его группировки, ему определили самый легкий участок, где силы боевиков были самыми скромными. Впервые в жизни Романову, как и его штабу, пришлось самостоятельно планировать и проводить подобные боевые операции. И первой такой операцией стало то, что в СМИ обычно называют зачисткой Самашек, или даже массовым убийством в Самашках. Село Самашки накануне войны также создало свой отряд самообороны. Эти ополченцы район своего села не покидали, но были решительно настроены не пускать к себе ни российские войска, ни российскую администрацию. Село быстро оказалось в глубине построения российских войск, наступающих на Грозный, и поначалу его просто игнорировали, объезжая его. Однако 31 января 95-го в Самашке по ошибке свернула небольшая толовая колонна 165-го полка морской пехоты Тихоокеанского флота, которая сразу же была местными боевиками разгромлена. Было уничтожено 4 грузовика и самоходный миномет Нона на колесном шасси. Фото о уничтоженной Самашках Ноны часто по ошибке из-за этого называют подбитым БТРом. Четыре морпеха были убиты, один взят в плен. В последующие недели местные боевики совершили еще несколько засад и обстрелов российских частей в данном районе. С администрацией Самашек и местной самообороной пытались договориться о сдаче всего оружия, но переговоры из-за непримиримой позиции части жителей села ни к чему не привели. В результате оперативной группе внутренних войск генерала Романова предстояло провести войсковую операцию по владению Самашками. 7 апреля 1995 года Романов предложил мирным жителям покинуть село. При этом Самашки не блокировались. Когда люди стали покидать село, раздалась стрельба, которая эвакуацию сорвала. В стрельбе стороны традиционно обвиняют друг друга. Однако, зная, что люди так и не покинули село, и оно в свою очередь не блокировано, Романов операцию решил не откладывать и приказал в тот же день начать штурм. Операция началась уже после 16 часов, и светлого времени суток на нее оставалось совсем немного. Артиллерийская подготовка не проводилась. От Министерства обороны ВВшникам были преданы несколько танков. Штурм происходил стандартно. В село по главным дорогам поехали три колонны из БТРов, во главе каждой из которых шел танк с тралом. На штурм были отправлены подразделения 21-й бригады внутренних войск, которым придали сводный отряд ОМОНа Москвы и Московской области. На улицах колонны подверглись сильнейшему обстрелу. Один головной танк то ли был подбит, то ли подорвался на фугасе. Следом за ним были подбиты как минимум четыре БТРа. Среди наступающих тут же возник хаос и неразбериха. Штурмовые отряды рассеялись и вели бой самостоятельно. Стали запрашивать поддержку минометного огня. БТРы, по воспоминаниям участников, палили по всему подряд, в том числе по своим чудам, избежав потери от дружественного огня. Управления боем со стороны российского командования по сути отсутствовало, как и взаимодействия между наступающими подразделениями. В результате были понесены серьезные потери. На одной из улиц солдаты внутренних войск отступили, и группа московских ОМОНовцев оказалась в окружении. ОМОНовцам пришлось с боем прорываться из села. При этом отход остался прикрывать капитан Виктор Адамишин, который при этом погиб. Посмертно капитан московского ОМОНа Виктор Адамишин был удостоен звания Героя России. С наступлением ночи оставшиеся боевики покинули село, и утром 8 апреля оно было окончательно занято. Результат боя – 19 убитых с российской стороны. Но известен этот эпизод стал не из-за тяжелого боя или подвига Виктора Адамишина, а вследствие гибели мирных жителей Самашек. В селе после боя было обнаружено около 100 тел, что сразу стало поводом некоторым СМИ и правозащитным организациям заявить, что в Самашках были убиты более 100 мирных жителей. Небезызвестная журналистка Анна Политковская назвала Самашки современными Лидице. Лидице – это село в Чехии. В июне 1942 года, после убийства чехословацкими патриотами опергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, одного из крупнейших функционеров нацистской Германии и организаторов Холокоста, нацисты решили провести массовую карательную акцию возмездия в отношении чешского населения. И выбор пал на деревню Лидице. В ночь на 10 июня деревня была заблокирована, чтобы никто из жителей не смог ее покинуть. 10 июня нацисты согнали вместе все население деревни, после чего, отделив всех мужчин старше 15 лет, 172 человека, тут же у стены одного из зданий их расстреляли. Затем женщин отделили от детей. Женщин, 195 человек, отправили в концлагерь Равенсбрюк, где 52 из них впоследствии погибнут. Детей, 98 человек, отправили в лагерь смерти вблизи польского города Хелмна, где 85 детей будут убиты в газовой камере. Выжило лишь 13 детей в возрасте менее одного года, которых оставили в живых для последующего онемечивания. Таким образом, из 465 жителей деревни были убиты 309 человек. Лидице было полностью разрушено и перестало существовать. В наше время на этом месте мемориал, новый поселок с таким же названием, был построен после войны неподалеку. Уничтожение Лидице и его жителей не скрывалось, а наоборот, всячески освещалось для последующего устрашения чешского населения. Это было массовое убийство, стандартное для практики нацистского террора на оккупированных территориях, будь то Хатынь в Белоруссии, Орадур-Сюр-Глан во Франции или Кандамари на острове Крит. Сравнение Самашек с Лидице – это очень ответственное этическое сравнение и очень серьезное обвинение, и должны быть очень веские и фактические доказательства, которые наделят правом предъявления таких обвинений того человека, кто их публично выдвигает. Уже сами обстоятельства произошедшего делают подобные сравнения некорректными. В Лидице не велись боевые действия, отсутствовало сопротивление, а среди его жителей не было комбатантов. Это была изначально спланированная карательная акция против мирных жителей с целью полного уничтожения населенного пункта. В дальнейшем, после первых эмоциональных освещений и громких обвинений, было проведено несколько подробных исследований обстоятельств гибели обнаруженных в Самашках тел, и даже составлен поименный список погибших. Он содержит 103 имени. Из их числа 90 человек являются лицами мужского пола. При этом всеми, кто занимался составлением изучения списков погибших, будь то общество «Мемориал» или исследователь Сергей Максудов, признается факт, который как-то ускользнул от внимания всех, кто принялся делать сравнение с Лидице. Поименный список входят в том числе и погибшие в Самашках боевики, которые тоже были жителями села. Отделить их от обычных мирных жителей зачастую невозможно. По сведениям Сергея Максудова, наиболее полной численной раскладки было убито 42 мирных жителя, 33 боевика и 20 человек, которых сложно однозначно отнести к какой-либо группе. Из 42 мирных граждан 32 погибли в ходе штурма села, а 10 человек в ходе зачистки на следующий день. Характер причин смерти погибших также установлен, в том числе и общество «Мемориал». Среди них взрывы гранат, минометные мины и огонь бронетранспортеров. В сухом фактологическом остатке мы имеем гибель от 30 до 40 мирных жителей, ставших жертвами перекрестного огня в ходе уличных боев за село. При этом не факт, что все пули и гранаты, убившие их, были только российскими. Если говорить об обвинениях о целенаправленных убийствах, то этот вопрос остается открытым. И исключить случаи, когда после тяжелых потерь и тяжелого боя военнослужащие на следующий день, проводя зачистку, предпочитали бросать в дом гранату, прежде чем войти, и открывать огонь, как только кто-то появится у окна, от которых погибли мирные жители. Исключить такое нельзя. Как и возможные случаи намеренного расстрела безоружных. Дело только в том, что такие смерти исчисляются в пределах 10 человек. Самашки – это действительно трагедия, в результате которой погибли десятки мирных жителей. Несмотря на море несоответствующих действительности спекуляций, возникших после Самашек, нельзя полностью снять ответственность российского командования. Именно начало штурма, при осознании того, что эвакуация жителей не проведена до конца, а также неточный и неизбирательный огонь минометов и БТРов, связанный с недостаточной организацией штурма и отсутствием управления боем, повлекли не только гибель мирных жителей, но и тяжелые потери. При этом ответственность за гибель мирных жителей нельзя снять из местных боевиков, фактически вступивших в бой, прикрываясь своими односельчанами, понимая, что это приведет к неизбежным жертвам. Однако нас, в рамках нашего рассказа, интересует именно сторона оперативного планирования и осуществления боевых операций со стороны командования внутренних войск России. И негативный опыт самашек в этом плане играет большую роль для понимания того, что произошло затем в Бамуте. Помимо полков и бригад оперативного назначения, которые изначально не предназначались для войны, подобны Чеченской, у генерала Романова имелся более эффективный, подходящий для этого инструмент в виде отрядов специального назначения внутренних войск. Спецназ был молодым детищем в системе внутренних войск. Его истоки уходят к концу 70-х годов, когда накануне Московской Олимпиады в системе МВД сформировалось свое небольшое контртеррористическое подразделение, как аналог Альфы в системе КГБ. Между двумя тяжеловесами тогдашних силовых структур, министром внутренних дел Николаем Щелоковым и главой КГБ Юрием Андроповым, шло серьезное соперничество. И Щелоков не хотел отставать от Андропова, у которого появился свой спецназ. Начиная с роты специального назначения, весной 91-го года подразделение было развернуто в 6-й отряд спецназа внутренних войск «Витязь». Задачами спецназа был не только антитеррор, но и борьба с незаконными вооруженными формированиями. «Витязь» приобрел боевой опыт в горячих точках разваливающегося СССР, прежде всего в Карабахе, став эффективным инструментом проведения операции против банд различных экстремистов. В 92-м году подобная горячая точка возникла уже на территории Российской Федерации, разжегся осетин-ингурский конфликт. На этом фоне спецназ внутренних войск расширили, и в том же 92-м году был сформирован 7-й отряд спецназа «Росич», который был сформирован в Северо-Кавказском округе и специализировался на выполнении задач именно в этом регионе, успев принять участие в разоружении незаконных вооруженных формирований в зоне осетин-ингурского конфликта. Так что в Первую Чеченскую войну внутренние войска входили, имея в своем составе два подготовленных и достаточно опытных отряда спецназа, которые входили в Чечню с самого начала. Чуть позже в Чечню прибыл сформированный накануне войны восьмой отряд спецназа «Русь», и формирование новых отрядов ускорилось на протяжении всей эпохи чеченских войн. В нулевые годы их число перевалило за десяток. Со временем спецназ внутренних войск стал играть все более ключевую роль в борьбе с бандподпольем, особенно после того, как с 2008 года части армейского спецназа перестали привлекаться к боевым операциям на Северном Кавказе и были полностью возвращены в пункты постоянной дислокации. Спецназ внутренних войск продолжил выполнение боевых задач в 2010-е годы, продолжая при этом нести потери. А начиналось все в начале 1995 года с трех отрядов спецназа. Для того времени это были настолько ценные подразделения, что в отличие от остальных частей внутренних войск, спецназовцев сразу привлекли к выполнению задач на важнейших направлениях. Они принимали участие в мартовском наступлении российской армии сперва на Аргун, а затем после его взятия на Гудермес. В этих грамотно спланированных армейским командованием, с учетом опыта Грозного, операциях, спецназ выполнял разведывательные задачи в ходе обходных маневров в окрестностях чеченских городов, связанных с занятием окружающих высот и блокированием населенных пунктов. В ходе выполнения этих задач в марте 1995-го спецназ внутренних войск не потерял ни одного человека убитым. В начале апреля все три отряда были возвращены в группировку генерала Романова для усиления предстоящих операций в Западной Чечне. При штурме Самашек спецназ в активных действиях не участвовал, видимо, оставаясь в оперативном резерве. После взятия Самашек 21-я бригада внутренних войск была переброшена к Бамуту. Туда же прибыл 6-й отряд спецназа «Витязь». Прибыв в район захваченных ранее ракетных шахт, спецназовцы сразу обратили внимание, что далее в этом районе располагалась господствующая высота 444,4, которую чеченцы прозвали Ношкорт – Лысая гора. Лысая ее прозвали потому, что на фоне окружавших ее густых лесов на ее вершине была вот такая проплешина редких деревьев. Высота была господствующей над западной частью села Бамут и была очевидным местом для обороны боевиков. Бойцы «Витязя» уже видели подобное при взятии Аргуна и Гудермеса. Для того, чтобы установить, находится ли на высоте противник, была поставлена задача разведроти 21-й бригады и провести в направлении Лысой горы поисковые мероприятия. Так как для разведчиков бригады это стало первой серьезной операцией, им придали группу бойцов «Витязя». Выход к Лысой горе произвели в ночь на 14 апреля. Предположения оказались верными. Боевики уже давно занимали оборону на двух ключевых высотах с обеих сторон над Бамутом – слева на Лысой горе и справа на высоте с отметкой 629,9. В течение ночи разведчики и спецназовцы достигли Лысой горы, установив наличие в данном районе боевиков. Но с наступлением утра покинуть район незамеченными не удалось. Отряд был обнаружен и произошел тяжелый бой. Небольшой разведгруппе удалось оторваться от противника и вернуться ценой потери четверых погибших. Трое погибших было из состава разведроты 21-й бригады, один из состава «Витязя». Причем двух погибших не смогли вынести с поля боя и оставили на одном из клонов в районе высоты. После того, как размещение противника на господствующей высоте было подтверждено, по логике аналогичных операций Министерства обороны в марте необходимо было произвести захват прежде всего данных высот, чтобы обеспечить огневой контроль над селом, обрушив тем самым оборону всего Бамута и не оставив боевикам иного выбора, как оставить село и отступить в горы. Однако по неизвестной причине в штабе генерала Романова к планированию штурму отнеслись с точностью да наоборот. Раз на высотах вокруг села противник, было решено штурмовать само село, а не эти высоты. Вместо принявшей на себя всю тяжесть последних боев 21-й бригады, на штурм Бамута отправили подразделение 8-й бригады внутренних войск. В оперативном смысле замысел штурма ничем не отличался от операции по взятию самашек. В 6 часов утра 18 апреля 1995 года колонна 8-й бригады оперативного назначения внутренних войск направилась в Бамут. Подразделениям бригады придали танки Т-72 из состава Министерства обороны. Кроме того, в составе бригады имелся собственный штатный танковый батальон легких танков ПТ-76. Это были плавающие танки, разработанные в 1951 году. ПТ-76 это реликт из эпохи, когда вместо основных боевых танков все еще было разделение на легкие или тяжелые машины. Этот танк, имевший противопульную броню, был создан еще до появления такого вооружения, как противотанковые ракетные комплексы. И до того, как РПГ-7 покорил мир в качестве эффективного противотанкового средства. И к 1995 году безнадежно устарел. Но, как помним, внутренним войскам до Чечни никогда и не ставили наступательных боевых задач. Поэтому ПТ-76 как раз оставались в некоторых частях МВД для выполнения вспомогательных и патрульных функций. Это было что-то вроде замены БМП, которых во внутренних войсках по штату было откровенно недостаточно для настоящей войны. Так что ПТ-76 также отправились на штурм Бамута. Все до боли напоминало самашки. Впереди шел танк с Тралом, за ним колонны из ПТ-76 и БТРов. Как и ожидал Шервани Албаков, российское командование поступило шаблонно. Колонна втянулась в Бамут и не встретила никакого сопротивления или признака вообще какой-либо жизни в селе. В 7 часов 15 минут колонна достигла рубежа второго квартала и приблизилась уже к центру села. И в этот момент с окружающих высот на флангах и из зданий в оставшейся половине села боевики открыли прицельный огонь. Бойцы галанчорского и бамутского полков были куда более опытные ополчения в Самашках. И их было по крайней мере в два раза больше, чем боевиков в Самашках. Противотанковых средств в виде РПГ у бамутцев также было куда больше. Кроме того, из тяжелого оружия у них имелся как минимум один миномет и один противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Имеется даже фото бамутского «Фагота». Первым был подбит головной танк с Тралом. Следовавший за ним ПТ-76 попытался объехать подбитый головной танк, но как только поравнялся с ним, также был подбит. Третий танк был, вероятно, поражен ракетой из «Фагота». После попадания в нем сдетонировал боекомплект и раздался сильнейший взрыв, в результате которого башня танка перелетела через улицу и рухнула на кирпичное здание. Сразу за танками двигалась 9-я рота 8-й бригады на своих БТРах. Эта рота попала в огневой мешок и пострадала больше всех. Несколько БТРов роты были подбиты. В бою погиб командир роты старший лейтенант Вячеслав Кубынин. Командир танкового отряда лейтенант Сергей Голубев также погиб. Бригадную колонну расстреливали с ключевых высот, в том числе с Лысой горы. Ситуация быстро становилась критической. И только это заставило командование в срочном авральном порядке сделать то, с чего и нужно было начинать штурм – занять высоту 444,4 – Лысую гору. В то утро, пока 8-я бригада входила в БАМУД, спецназу внутренних войск была поставлена локальная задача. Нужно было провести поиск в окрестностях Лысой горы, найти и вытащить тела двух разведчиков, которые там были оставлены после боя 14 апреля. Отряду «Витязь» в тот день предоставили отдых, и задачу поиска тела разведчиков поставили 7-му отряду «Росич». Бойцы «Росича» выдвинулись в ту точку, где по сообщениям разведчиков были оставлены тела при отступлении разведгруппы. Нашли тела и приготовились к эвакуации. Сделано это было без контакта с противником, боевиков рядом не было. В этот момент колонны 8-й бригады уже сжигали на улицах БАМУДа, и задачу спецназовцам «Росича» на ходу уточнили. Теперь им предстояло двигаться дальше, забраться на высоту и выбить оттуда боевиков, чтобы обеспечить отход 8-й бригады из БАМУДа. Это ключевой момент для последующих событий. Из многочисленных описаний боя на Лысой горе может сложиться впечатление, что «Росич» должен был взять гору, чтобы затем обеспечить безопасный вход 8-й бригады в БАМУД и его взятие. Да, так оно и должно было происходить, по логике. Но в действительности 8-ю бригаду бросили в огненный мешок, абсолютно игнорируя сведения о том, что на господствующих высотах находится противник. Сведения, добыча которых, напомню, стоила жизни 4-х разведчиков. И уже когда бригадную колонну громили на улицах БАМУДа с этих высот, на Лысую гору срочно бросили 7-й отряд спецназа. Именно это обстоятельство предопределило характер последующего боя. Бойцы «Росича» получили утром 18 апреля срочную, незапланированную задачу, которой они не готовились. Они ни разу не были в данном районе и не были с ним знакомы. Не располагали они и сведениями относительно числа боевиков и характера их обороны в районе высоты. Задачу по взятию такой высоты необходимо готовить хотя бы несколько дней с тщательной разведкой местности, координацией и согласованием средств артиллерийской огневой поддержки. Но задача была получена, и группы «Росича» стали подниматься вверх по склону, углубляясь в густые заросли Бамутского леса. Первой поднималась группа старшего лейтенанта Михаила Немыткина, в головном дозоре которой на самой опасной позиции для таких операций шел рядовой Александр Ковалев. Рядовой Александр Ковалев. В архиве отряда «Росич» сохранилась запись его выступления в полевом лагере. Боец исполняет свою любимую песню. Головной дозор вышел на боевиков. Они открыли огонь, и Александр Ковалев погиб первым. Вместе с ним и составу головного дозора следом погиб рядовой Игорь Панков. Точных обстоятельств гибели этих бойцов мы не узнаем, так как головной дозор погиб весь, и свидетелей не осталось. Командир группы Михаил Немыткин доложил по рации о засаде и начавшемся в бое. Командир седьмого отряда отдал ему приказ немедленно отходить. Выполнение этого приказа в тот момент, возможно, еще могло предотвратить расширение трагедии. Но Немыткин не знал точно, живы, убиты или, может быть, ранены бойцы головного дозора. Отойти и оставить их, не зная точно их судьбу, было неприемлемо. И Немыткин лично бросился к тому месту, где головной дозор попал в засаду, чтобы узнать их судьбу. Но не добежал до этого места и был убит. Заместитель Немыткина, прапорщик Олег Терешкин, бросился к упавшему командиру и попытался его оттащить, но не смог и сам был тяжело ранен. За несколько минут группа Немыткина потеряла половину состава, в том числе обоих командиров. На помощь к ней выдвинулась вторая группа капитана Виталия Цимановского. К тому времени боевики уже плотно обложили группу Немыткина и продолжили поражать ее бойцов. Спецназу приходилось вести огонь снизу вверх, стрелять в солнечную сторону по противнику, который находился на удобных замаскированных позициях и вел огонь сверху вниз. Кроме того, бой шел на склоне под углом около 60 градусов, и Русичам было крайне тяжело физически совершать любое перемещение на таком крутом склоне. Речи о занятии высоты уже не шло, и главной задачей группы Цимановского было вытащить раненых и убитых из первой группы и отойти. Удалось отащить и спустить раненого прапорщика Терешкина, но он вскоре умер от ран. В попытках вытащить под огнем раненых и убитых первой группы были ранены или убиты почти все из состава второй группы Цимановского. К месту боя подошла третья группа, но она безнадежно завязла в бою, не имея возможности никуда сдвинуться. Отряд Русич в районе Бамута насчитывал 63 человека. В то утро все боевые группы отряда были втянуты в бой за Лысую гору, и своих возможностей по оказанию помощи у отряда уже не имелось. Поскольку никакой подготовки к штурму высоты не велось, и приказ был отдан Аврально, то и никаких оперативных резервов на этот случай командованием предусмотрено не было. И вот цепь спорных решений командования привела к тому, что у него погибало теперь два отряда. Подразделение 8-й бригады в Бамуте и 7-й отряд у Лысой горы. Ситуацию спасло то, что в радиоэфире следили за боем офицеры отряда Витязь, которые уже ранее были в данном районе и представляли себе эту местность. Понимая критическую ситуацию, офицеры Витязя приняли самостоятельное решение отправиться на выручку своих побратимов к Лысой горе. Были вызваны ударные вертолеты, которые, хотя не наблюдали противника в густом лесу, хотя бы поставили заградительный огонь неуправляемыми ракетами по району боевиков, заставив тех укрыться и на время ослабить огонь. Бойцы Витязя сумели добраться до места боя и эвакуировать Росичей, их раненых и часть убитых. При этом Витязь в тот день также понес потерю. Погиб старший лейтенант Олег Растегаев. К исходу того долгого дня спецназ вышел из боя. Задачу по владению Лысой горой выполнить не удалось. Итогом боя стали 11 погибших спецназовцев, из которых 10 принадлежат отряду Росич. Еще 17 бойцов были ранены, в том числе 12 тяжело. Бой стал самой крупной единовременной потерей спецназа внутренних войск в Первой Чеченской войне. Моральная дилемма, как было лучше поступить, отойти в начале боя, оставив первых убитых, чтобы спасти остальных, или попытаться вытащить всех, даже убитых, как это принято у спецназа, до сих пор мучает некоторых участников боя, согласно их воспоминаниям. Так или иначе, попытка забрать всех, в том числе каждого убитого, успехом не увенчалась. И в итоге число убитых только увеличилось. А на поле боя были все же оставлены тела 8 спецназовцев, которых вытащить не удалось. По-настоящему драматично сложилась судьба капитана Цимановского. Он был ранен и, видимо, потерял сознание, и был оставлен со служивцами, которые посчитали его погибшим. Когда после боя боевики собирали оружие и обыскивали тела мертвых спецназовцев, Цимановский очнулся и открыл по ним огонь, убив одного и ранив еще одного боевика, прежде чем был добит ураганом ответным огнем. Эту удивительную деталь мы знаем благодаря чеченским источникам, и при дальнейшем обмене тел чеченцы рассказали об этом случае российской стороне, отдав должное храбрости и уважительно отзываясь о погибших спецназовцах. Судьба Виталия Цимановского напоминает судьбу американского спецназовца Джона Чепмана, также оставленного на высоте в Афганистане со служивцами, и вступившего в безнадежный бой с превосходящим противником. Об этом мы как-то уже говорили. Удивительно, что о подвиге Чепмана стало известно спустя многие годы, и лишь спустя эти годы подвиг был признан, и он посмертно был награжден высшей наградой США – медалью почета. Представление Виталия Цимановского к званию Героя России в 95-м было отклонено по формальным причинам, так как незадолго до гибели он уже получил орден. Точно так же потребовались годы борьбы с бюрократической машиной, чтобы семья капитана Цимановского все же получила заслуженную золотую звезду. Произошло это лишь в 2003 году. Всего за тот бой 5 из 10 погибших спецназовцев «Росича» стали героями России посмертно, что является по проценту награжденных этим званием рекордным боем в российской военной истории. Впрочем, чем сильнее косяки и халатность одних, тем больше они готовы широким, щедрым жестом с барского плеча раздавать посмертные звезды героев другим, не забывая вместе с этим увеличивать в отчетах количество как задействованных, так и уничтоженных боевиков в разы. Но тут, как я уже говорил, российские и чеченские замполиты шли рука об руку. Вопрос потери боевиков 18 апреля остается открытым. По чеченским данным, подтверждается только один боевик, убитый Цимановским. Если кто-то до сих пор пребывает в иллюзии, в которой, если группа спецназа попадает в засаду и несет тяжелые потери, то у противника при этом, как правило, потери еще выше, потому что, ну это же спецназ, то у меня для вас плохие новости. Такие боестолкновения мало напоминают фильм «Команда» со Шварценеггером. Впрочем, про подобные истории со спецназом в кино и в жизни мы все-таки еще поговорим. Надеюсь. Считается, что, по крайней мере, своими действиями спецназ отвлек внимание боевиков на Лысой горе от расстрела колонны мотострелков в Бамуте, что дало возможность подразделениям 8-й бригады к исходу дня также отойти из села. 8-я бригада потеряла 18 апреля 20 убитых и более 50 раненых. Кроме того, погибли два танкиста из состава приданных бригаде танков. Итого неудачный штурм Бамута обошелся в 33 убитых и более 70 раненых. На улицах Бамута также были оставлены 11 тел российских военнослужащих. То есть, всего в тот день на поле боя было оставлено 19 тел. Потеряв за один день более 100 убитых и раненых, генерал Романов не решился повторять штурм. Кроме того, было принято решение привести с боевиками переговоры на предмет возврата тел. И было принято требование боевиков об обмене мертвых россиян на живых боевиков, которые содержались в СИЗО Моздока. Меняли одного к одному. То есть, за тела русских солдат освободили 19 боевиков, согласно их спискам. Скорее всего, благодарные освобожденные сразу влились в коллектив и усилили гарнизон Бамута. То, что пришлось оставлять на поле боя тела своих, а затем унизительно менять их на тех, кто затем снова убивал российских солдат, является еще одним негативным последствием того, как была спланирована и осуществлена операция по штурму Бамута. Эта неудача стала главным российским поражением весны 95-го. Именно с апрельского штурма всем стал известен Бамут, и после этого он стал превращаться в символ дудаевской пропаганды. Никаких активных попыток штурма Бамута командование внутренних войск больше не предпринимало. В июне 95-го было объявлено перемирие, а в июле генерал Романов покинул свою должность командующего оперативной группой внутренних войск в Чечне. Неоднозначный опыт командования им этой группой в апреле 95-го не помешал ему пойти на повышение. Он стал командующим объединенной группировки войск в Чечне. Невероятный карьерный взлет для человека, за два года до этого занимавшего пост начальника управления по охране государственных объектов и специальных грузов. В должности командующего Романов также запомнится сторонником активных переговоров с дудаевцами и принятию мер по мирному регулированию. Политика умиротворения закончилась известным терактом в октябре 95-го, после которого Романов получил тяжелое ранение и остался на всю жизнь прикованным к постели инвалидом. Руководить боевыми операциями во главе ОГВ ему так и не довелось. Активные боевые действия возобновились как раз после покушения на него. После апрельских боев не только российское командование пошло на повышение. С чеченской стороны главной восходящей звездой обороны стал Шерване Албаков. Его успех в Бамуте оценили старшие товарищи, и Албаков пошел на повышение. Его назначили начальником штаба Юго-Западного фронта, которым тогда командовал Руслан Гилаев. Албаков, однако, продолжал курировать западный сектор вместе с селом Бамут. И, видимо, в этот период бамутская группировка официально перешла в оперативное подчинение Юго-Западного фронта. По крайней мере, имя Гилаева и его роль в поддержке гарнизона в этот период упоминаются участниками обороны Бамута. Албаков постоянно метался между Бамутом и Гилаевским штабом. И в один прекрасный день, а именно 16 июня 1995 года, буквально накануне объявления перемирия, вызванного терактом в Буденовске, Машина Албакова попала в засаду. Скорее всего, работал армейский спецназ. Эпизод очень напоминал обстоятельства засады, в которой Радуев потерял половину своего лица. Только в случае с Албаковым никто не ушел. Вместе с Албаковым погиб комендант Бамута Рамзан Ферзаули и еще двое сопровождавших их чеченцев. В один момент бамутцы лишились двух своих высших командиров. Образовался вакуум командования. И тут судьба снова улыбнулась Хизиру Хачукаеву. Опытных командиров в Бамуте оставалось немного. И вскоре Хачукаев снова возглавит более крупный отряд, чем группа в пару десятков человек, которые он командовал в весенних боях за Бамут. Взаимные засады и обстрелы в окрестностях Бамута стали обыденной тактикой для обеих сторон данном районе на многие следующие месяцы. Российская авиация и артиллерия периодически наносили по селу удары, и боевики периодически несли потери. В свою очередь они также минировали дороги и устраивали обстрелы, в которых время от времени погибали один или два солдата внутренних войск. Все это принято называть осадой Бамута, хотя надо понимать, что блокирования села не было. Была цепочка застав к северу от села и довольно хилые посты на основных дорогах в округе. Остальные направления были открыты, да и через северное направление боевикам удавалось просачиваться. Собственно, с этим фактором и связан следующий известный эпизод Бамутской истории. Произошел он уже в феврале 1996 года. Боевики обнаружили незащищенный малочисленный пост на дороге в Ингушетию в районе села Галашки. На посту дежурили всего четыре военнослужащих без техники и тяжелого вооружения. Поэтому 13 февраля боевики, передвигаясь на машине скорой помощи, остановились на посту, внезапно выскочили из машины, разоружили постовых, затолкали их в машину и вернулись с пленами в Бамут. Командование не сразу обнаружило потерю постовых, сперва решив, что они самовольно ставили позицию, пока очевидцы из числа местных жителей не рассказали, что их похитили. Четверо захваченных в плен были командированными на границу Чечни и Ингушетии пограничниками Назрановского погранотряда. Их звали Андрей Трусов, Игорь Яковлев, Александр Железнов и Евгений Родионов. Все, что происходило с этими пленами, с момента захвата и последующие 100 дней, нам доподлинно неизвестно и никогда не будет известно. Следующий неоспоримый факт в их судьбе после факта захвата в плен, это то, что 23 мая 1996 года они будут в плену казнены. Один из пленных, Евгений Родионов, стал, пожалуй, самым известным российским пленом за всю эпоху чеченских войн. Почти все, что обычно можно услышать о нем, это историю про то, что Евгений в плену отказался от предложения боевиков снять свой нательный крестик и принять ислам, за что и был убит. Будем считать это версией номер один, самой популярной. Нет никаких свидетельств обстоятельств казни, даже того, как именно казнили четверых пограничников. Нет видеозаписи боевиков. Нет документов суда, так как никто за это не осужден. Эти три вида источника информации являются основными данными, откуда можно подчеркнуть детали случаев казни российских солдат в Чечне. Ничего этого нет, поэтому все, что касается данного эпизода, это домыслы, предположения и пересказы из третьих и четвертых уст. Поэтому, когда в такой дискуссии кто-то вам твердо и обыденно со знанием дела говорит, как оно было, помните, что этот человек не обладает не толикой больших знаний об этой казни, чем вы, и он все почерпнул из того же интернета. Итак, касаемо первой версии. Источник версии 1. Рассказы матери Евгения Родионова, которая поехала в Чечню искать сына, когда он был еще жив, но нашла уже тело, спустя несколько месяцев после смерти. В многочисленных интервью убитая горем мать рассказала, что мотив казни ее сына был именно отказ перейти в ислам. Это ей якобы сказал лично Руслан Хайхароев. Вследствие этого возникло широкое общественное движение за канонизацию Евгения Родионова. Есть даже иконы с его изображением. При этом в одном из интервью мать Родионова рассказывает, что ей пришлось 17 раз ездить и договариваться с Хайхароевым, чтобы ей выдали тело. А вот на заседании Синодальной комиссии по канонизации РПЦ, которая запротоколирована, мать сообщила, что видела Руслана Хайхароева лишь один раз и общалась с ним не более 7 минут. Хайхароев указал могилу казненных, но не сообщил ни обстоятельств, ни мотивов их казни. А описание казни, которое сейчас кочует по всем СМИ, это компиляция рассказов из истории других пленных, которая вылилась в годы войны, как это часто бывает, в некий солдатский миф и единый образ, который пересказывается от одного призыва к другому, и которых мать Родионова наслушалась за месяцы пребывания в Чечне. Придя вот к такому мнению относительно мотива казни ее сына. На заседании комиссии также было установлено, что Евгений Родионов, хоть и носил крестик, не был воцерковленным человеком, и церковь, например, не посещал. В общем, на этих и иных церковных основаниях РПЦ отказала в канонизации Евгения Родионова. Дискуссия об обоснованности данного отказа продолжается среди воцерковленных людей. «Я человек светский, мне эти обрядные ритуалы не интересны, я за ними не слежу и в этом не разбираюсь». А отказ комиссии РПЦ в нашей истории интересен лишь установленными обстоятельствами, довольно обоснованно ставящими под сомнение версию номер один. Также отмечу, что данная версия полностью игнорирует и никак не объясняет мотив казни остальных трех пленных, на которых, как известно, крестиков не было. Но это уже объясняет версия номер два. Это версия с чеченской стороны. Да, есть описание казни чеченскими участниками событий. Согласно данной версии, пленных содержали в Бамуте для дальнейшего будущего обмена, на случай очередного перемирия или окончания войны. Пленные находились в плену более трех месяцев, и чеченцы под честное слово развязали им руки и облегчили условия содержания. Однако, воспользовавшись этим, они совершили попытку побега, напав на охранника и ранив его. Их поймали и в наказание за это казнили. Версия объясняет также и то, почему пленные жили в плену более трех месяцев и только затем были убиты. У этой версии есть своя слабая сторона. Здесь приходится верить на слово также, только одному человеку, также субъективно заинтересованному в своей трактовке событий. Причем, если в этом ролике я опирался на чеченские источники в виде различных официальных публикаций и интервью, которые вышли в Чечне в период между двумя войнами, где участники не скрывают своих имен и называют остальных участников по именам, то здесь источник аноним из одного из ЖЖ. Проверить даже его личность невозможно. И подтвердить эту версию независимо также невозможно. Наконец, версия номер три, которая почему-то наименее популярная и обсуждаемая. Боевики убили пленных в виде террора за поражение и понесенные потери. Все захваченные пленные были срочниками. Это важная деталь, которая спасла их от расправы сразу после захвата. К срочникам, в отличие от контрактников, боевики относились более терпимо и охотно содержали их в плену, используя ради целого спектра своих целей. Их можно было продать родственникам за выкуп. Их можно было обменять. Наконец, их можно было использовать в качестве пропаганды в информационной войне и отпустить бесплатно. А между этим их использовали в качестве рабской бесплатной силы. Отличием Первой Чеченской войны от Второй Чеченской было то, что стороны меняли пленных. Как мы здесь видели, иногда даже меняли живых боевиков на тела россиян. Также особенностью Первой Чеченской войны было массовое движение солдатских матерей по поиску своих пропавших сыновей. И некоторым удавалось найти и договариваться об освобождении своих детей. 12-я застава превращается в место тесного общения противоборствующих сторон. Как правило, именно здесь проходят переговоры, здесь же меняют пленных. Николая Заровнова поменяли на труп чеченца, который лежит совсем на другом посту. Однако его вместе с матерью привезли именно сюда. Я вообще с Маякопской бригадой, которая 31-го входила в грозы. И вот с 31-го на 1-е ночь еще продержались, а потом 1-го, когда подбили БМП, и нас всех, кто остался живой, забрали в плен. Николай горел дважды, сначала в своей машине, потом, когда раненых пытались вывезти из-под обстрела. В Грозном пленные сменили более 5 мест пребывания, пока, наконец, их не эвакуировали в Шали. Именно там встретила своего сына Валентина Андреевна, которая искала его в Чечне среди пленных с 23-го января. 7-го февраля мы случайно ехали в Грозный, не доехали и попали в Шали. А их как раз 6-го вечера мы 7-го их увидели. Гориодели и уехали оттуда. А вот ждали перемирия, никак его обменять не могли. Для этой семьи самая страшная часть Чеченской войны закончилась. Но уже никогда она не станет для них чужой. Боевики шли на это, опять же, ради денег или информационных целей. Как Хаттаб, например, на этом видео, где он под камеру милосердно отпускает двух пленных российских солдат в 96-м году. И сообщает об этом матери одного из них. Они хотят ходить в Хан-Калу сейчас. Правда, туда Хан-Калу. Он едет в Хан-Калу, это командор работает. Ты вместо того, там, помогай писать, все. С ним можно уехать? Да. Прямо Хан-Калу, там, помогай писать, все. В Хан-Кале? Да. Я отдал деньги на твой сын. Хорошо. Они без денег не едут, я все отдал. Они как наши, дженит сильно твой сын, короче. Он как наш брат. Да. Деньги я буду отдать, любое время я буду помогать. Хорошо. Просто сейчас это хозяин, наш командир, он тебе отвезет прямо на Хан-Калу. Там, помогай писать, все, разговоры не будет. Хорошо, ладно. Нормально? Нормально. Спасибо вам. Давай. Я не знаю, как твою москлую. Да, я не знаю, как твою москлую. Да, я не знаю, как твою москлую. Да, я не знаю, как твою москлую. Ой. Нормально. Вы меня только, пожалуйста, не бросайте. Это Хан-Калу. Нормально. Пожалуйста. Я всем поеду. Однако была и практика казни пленных в ответ на поражение. После того, как в начале февраля 95-го года боевики понесли большие потери и оставили площадь Минутка, они устроили акцию казни содержащихся в шале российских пленных офицеров. Среди пленных были лейтенант Николай Коломбет из состава 131-й мотострелковой бригады, захваченный в плен 1 января 95-го года, и старший лейтенант Владимир Белошицкий из состава 76-й воздушно-десантной дивизии, захваченный 8 января, а также два офицера, которые до настоящего времени остаются неизвестными. Пленные содержались в плену уже месяц и более, и расценивались как актив для торга. Но все же четверых офицеров расстреляли, отыгравшись на них за неудачи и потери. Об этом нам известно от других офицеров, которых оставили в живых и которые смогли затем вернуться из плена, в частности, капитана Дмитрия Бондарева. Можно вспомнить и судьбу подполковника Владимира Зряднева, попавшего в плен в составе той же майкопской бригады 1 января 95-го года. Подполковник был ценнейшим активом. К нему допускали журналистов, и он записал интервью, где дал подробное описание боев майкопской бригады в новогоднем штурме. Он содержался в плену 5 месяцев, но и он в итоге был расстрелян в мае 95-го. В истории с казнью четверых пограничников, которые до этого содержались в плену 100 дней, никого из числа сторонников первых двух версий не смущает дата казни – 23 мая 96-го года. То есть пленных казнили за день до того, как боевики оставили село. Причем в тот день было уже ясно, что битва за Бамут проиграна, а боевики к тому моменту уже понесли большие по меркам их отряда потери. Предстоял отход в горы, где пленные будут только обузой. Плюс месть за понесенные потери, оставление села делают казнь пленных вполне вероятным решением для боевиков. Они так до этого уже делали не раз. Такие случаи зафиксированы, в отличие от случаев казни за отказ принять ислам или снять крестик. Итак, есть три версии казни захваченных пленных в Бамуте. Каждый может склониться к любой из них. В любом случае это будет личное мнение каждого из нас. И никто из нас никогда не сможет достоверно подтвердить ту или иную версию. Мы даже не знаем точно, как убили пленных. Есть описание расстрела, есть отрезание головы. Есть, что двух пленных расстреляли, а двум отрезали головы. А есть, что их расстреляли, а затем отрезали головы мертвым. Что касается роли Руслана Хайхароева в казни, в том числе его личного участия, то это все очередные домыслы. Известно лишь то, что Хайхароев отдал этот приказ и несет ответственность за казнь в любом случае. Собственно, о своей роли в этой казни Хайхароев и стал более-менее известен у нас. Однако эпизод с захватом в плен пограничников лишь открывал новую кровавую страницу в Бамутской эпопее. Уже 22 февраля 1996 года бамутские боевики, используя ингушское село Аршты как свою базу, снова произвели операцию на территории Ингушетии. На этот раз они устроили засаду на тыловую колонну 693-го мотострелкового полка. В ходе боя погибли семь российских военнослужащих, в том числе находившийся в составе колонны командир батальона подполковник Эдуард Теникашвили, у которого за плечами был опыт афганской войны, за который он получил Орден Красной Звезды. Учитывая такую способность боевиков в бамутской группировке совершать успешные рейды в глубину российской территории, а также то, что Бамут на тот момент был единственным крупным населенным пунктом, находящимся под их полным контролем в Западной Чечне, главный штаб Ичкерии решил использовать его как плацдарм для развертывания масштабной партизанской войны на Западе Чечни. Для этой цели в феврале-марте 1996-го сюда перебросили дополнительные отряды боевиков, которые должны были, опираясь на бамут, просочиться на север и занять там ряд населенных пунктов. Именно Хизир Хачукаев возглавил этот рейд. За короткий срок, действуя небольшими группами, боевики беспрепятственно преодолели цепочку российских застав и блокпостов и, по сути, захватили все основные населенные пункты родного для Хачукаева Серноводского района и не только. Село Орехово, которое сейчас называется Янди, Очхой-Мартан и Самашки. 3 марта боевики Хачукаева вошли в сам Серноводск и атаковали расположенные там подразделения МВД. В бою погибли 5 бойцов внутренних войск и 4 волгоградских ОМОНовца. Опираясь на занятые села, получая здесь поддержку местных жителей и набирая себе новобранцев, хачукаевцы развернули кампанию нападений и засад на российские силы в данном районе. Формально Серноводский район продолжал считаться подконтрольным пророссийской администрацией. На деле нужно было как-то реагировать на новую тактику боевиков. Главной опорой Хачукаева стали Самашки. Село, которое с самого начала войны отличалось большим стремлением убивать столько русских, сколько они смогут, прямо как призывал их муфти Кадыров. После апреля 1995 года испытывала еще большую ненависть к российской армии и всем пророссийским силам. Так что здесь хачукаевцы чувствовали себя как дома. Задачу очистить Самашкин боевиков вновь поставили внутренним войскам. Сюда были направлены части 26-й бригады оперативного назначения внутренних войск, которые сперва, не понимая масштаба происходящего и не зная численности боевиков, попытались провести что-то вроде зачистки, но сразу же столкнулись с самым настоящим укрепрайоном, попав под сильный огонь. Попытки войти в село 15 и 16 марта стоили как минимум 12 человек погибшими и закончились неудачей. Стало ясно, что нужно проводить не зачистку, а полноценный штурм. Части внутренних войск снова к этому оказались не готовы. Ни по боевому опыту, ни по уровню подготовки, ни по своей матчасти и огневой мощи. Все, что смогло командование, это бросать в топку боев новые и новые части внутренних войск. 17 марта в село направили переброшенные сюда части 81-го полка и 8-й бригады внутренних войск. Итог, снова неудача и еще 19 погибших. 22 марта начинается очередная, третья попытка зайти в село. На этот раз бросают на штурм батальон 46-го полка внутренних войск. Тот бой стал самым тяжелым. Хачукаевцы устроили батальону настоящую бойню. Погибли как минимум 28 военнослужащих. Несколько десятков были ранены. Среди погибших был командир батальона майор Виктор Макаров и начальник штаба батальона майор Николай Милованов. Лишь после этого, видя, что к селу уже стянуто огромное количество войск, а потери русским нанесены достаточные, отряд Хачукаева спокойно покинул Самашки и с ореолом героев вернулся в Бамут. Неделя кровавых боев внутренних войск в Самашках с 15 по 22 марта 1996 года стоила, по неполным данным, как минимум 59 убитых российских военнослужащих внутренних войск. Можно ли это назвать массовым убийством в Самашках? Большинство журналистов того времени это массовое убийство проигнорировали. Однако Самашки были лишь одним из сел, из которых пришлось выбивать боевиков. Внутренние войска в данном районе усилили двумя мотострелковыми полками – 429 и 693. Этим частям также пришлось проводить настоящие штурмы дудаевских сел. 429 полк взял с боем Янди, а 693 – Ачхой Мартан. Мотострелки имели куда большую огневую мощь и боевой опыт, чем внутренние войска, но все равно выдержали жестокие бои и понесли потери. 429 полк потерял 14 убитых, 693 полк – 25 убитых. Лишь к 29 марта основные силы боевиков оставили Серноводский район и вновь вернулись кто в горы, кто в Бамут. В результате этой вылазки в период с 3 по 29 марта 1996 года погибли не менее 110 российских военнослужащих. Это подсчет по неполным поименным спискам. Почти наверняка реальные потери еще выше. Про эти бои очень мало достоверных официальных сведений. Они до сих пор остаются одним из многих белых пятен Первой Чеченской войны. При описании осады Бамута часто можно услышать довольно пренебрежительное отношение к этому селу в вопросе его значения. Основной посыл – село не представляло никакой ценности и важности. Вот и весь секрет его неприступности. Что ж, скорее всего именно так и рассуждало российское командование после апреля 1995 года, когда сознательно отказалось от дальнейших попыток его взятия. Ошибочность такого мышления, на мой взгляд, очевидна. Бамут нужно было брать еще в 1995 году. Это позволило бы, если не полностью предотвратить, то намного уменьшить масштаб и осложнить боевикам те операции, которые не развернули в данном районе в феврале и марте 1996 года. В карьере Хизира Хачукаева мартовские бои в 1996-м, пожалуй, главный момент славы и успеха. Однако большая часть боевиков, участвующих в данных рейдах, вернулась в свои села или отряды. Они присоединялись временно, так что численность гарнизона Бамута в марте 1996-го не увеличилась. Тактика боевиков весной 1996-го заключалась в активном и быстром перемещении для нанесения ударов в разных районах. И сил для статичной обороны в крепостях, подобных Бамуту, в главном штабе по-прежнему не предоставляли. Лишь в апреле 1996-го в Бамут поступило пополнение из 22 боевиков, несколько из которых были карачаевцами-добровольцами, избравшими путь джихада. Боевую обкатку прибывших новобранцев решили провести очередной вылазкой. Целью атаки избрали заставу 8-й бригады внутренних войск, той самой, которая понесла тяжелые потери в апрельском штурме годом ранее. Ночью, 19 апреля 1996-го года, в годовщину неудачного штурма Бамута, боевики смогли скрытно преодолеть минные заграждения и подобраться вплотную к заставе, внезапно ее атаковав. Однако встретили ожесточенное сопротивление и после тяжелого боя были вынуждены отступить, потеряв восьмерых убитых. На заставе в ходе боя погибло 10 военнослужащих. В Википедии об этом эпизоде потери сторон указаны наоборот. Якобы 8 убитых у русских, 10 у чеченцев. Источником указана статья ведущего исследователя чеченской войны в нашей стране Евгения Норина об Амуте. Евгений, думаю, использовал те же источники, что и я. И здесь у него, очевидно, имела место обыкновенная печатка между двумя цифрами. 8 убитых боевиков подтверждаются их же данными. А имена всех 10 погибших в том бою российских солдат нам известны. В общем, как видно, в феврале, марте и апреле Бамутская группировка не сидела в якобы никому не нужном Бамуте, а вела себя очень активно, полностью перехватив у расположенных здесь внутренних войск всю инициативу. Возможно, именно это, наконец, снова привлекло к Бамуту внимание российского командования. Возможно и то, что Бамут был к тому времени уже известен на весь мир, как район, который за полтора года войны Россия так ни одного дня не контролировала. И такой факт в и так проигранной в то время информационной войне игнорировать было больше нельзя. Может совокупность всех этих причин, но в итоге с российской стороны в этой эпопее наконец-то игроки сменились на более подходящих для этой цели. Здесь в нашем повествовании появляется генерал-майор Владимир Шаманов. Именно он прибыл сюда в мае 96-го года, чтобы взять Бамут. И в мае 96-го вряд ли в российской группировке Чечни имелся другой офицер с генеральскими погонами, который больше бы подходил для этой задачи. В плеяде генералов, ставших известными благодаря Первой Чеченской войне, таких как Квашнин, Пуляковский, Рохлин, Трошев и Булгаков, Владимир Шаманов выделяется тем, что он вступал в ту войну в звании полковника. Выделяется он от прочих и своих необычным боевым опытом, который имел на тот момент. Шаманов был выпускником Рязанского десантного училища, и вся его карьера до Чечни проходила в ВДВ. Он не попал в Афганистан, но развал СССР встретил командиром 328-го парашютно-десантного полка 104-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцировалась на территории Азербайджана. В начавшейся вскоре войне в Карабахе части 104-й дивизии ограничено, негласно и неофициально, но вполне по-настоящему приняли участие в боевых действиях на стороне Азербайджана. А офицеры дивизии участвовали в планировании операции азербайджанской молодой армии и выступали кем-то вроде советников. И Шаманов со своим полком поучаствовал в азербайджанском летнем наступлении 92-го года, которое для Азербайджана завершилось успехом. Это все отдельная большая интересная история, но суть в том, что полковник Шаманов получил опыт проведения наступательных операций в условиях конфликта, очень похожего на чеченский масштабом и характером действий, а также рельефом местности. Этот опыт по своему духу и характеру, возможно, был даже более актуален, чем некоторый афганский опыт у других офицеров. После Карабаха Шаманов стал начальником штаба 7-й воздушно-десантной дивизии. И когда в Чечню была направлена дивизией сводная полковая группа, то полковник Шаманов непосредственно возглавил ее на новой войне. Первой крупной операцией Шаманова стал штурм в мае 95-го года Чири-Юрта, в самом начале наступления на Шатойский район. Эта операция в основном известна местным цементным заводам, который боевики сделали своим основным опорным пунктом в обороне села. Десантники Шаманова взяли Чири-Юрт обходным скрытным ударом, вынудив боевиков под угрозой окружения спешно оставить и завод, и село. При этом не погиб ни один десантник. В июне 95-го десантники Шаманова обеспечивали вертолетными десантами наступление 245-го полка на Шатой, успешно выполнив все задачи с минимальными потерями. В Шатойской операции полковая группа 7-й десантной дивизии потеряла 4 человека убитыми. Полковник Шаманов стал одним из тех командиров, кто реализовал успешную для частей Министерства обороны весеннюю кампанию 95-го года, отличившись даже по меркам тех успешных месяцев крайне малыми потерями. В июле 95-го боевые успехи Шаманова принесли ему звание генерал-майора и повышение. Он стал сперва заместителем, а весной 96-го и командующим войсками Министерства обороны в Чечне. Подчеркну, что Шаманов возглавил не ОГВ в Чечне, а лишь части Министерства обороны в этой группировке. Когда в марте 96-го с новой силой вспыхнул новый масштабный этап партизанской войны, в ходе которого боевики установили контроль над множеством населенных пунктов в сельской Чечне, необходимо было выработать новую тактику в ответ на эту тактику боевиков. Стали создаваться маневренные войсковые группы из мотострелковых батальонов со средствами усиления для проведения быстрых рейдов по территориям боевиков. Но стремительные и мобильные действия противника пытались отвечать в таком же стиле. Тактика не сразу принесла результат. Первые кровавые бои с отрядами Хачукаева в Самашках и Очхой-Мартане, а затем неудачный штурм Гойского в начале апреля, показали, что быстро подогнать силу маневренную группу и бросить ее на штурм недостаточно. Такие группировки необходимо правильно и сбалансированно обеспечить огневой мощью, а также наладить должное управление и взаимодействие. Сам по себе рейдовый отряд на основе одного батальона оказался неподходящим для решения подобных задач. Так что чаще всего войсковые маневренные группы сосчитали в себя два или три рейдовых отряда, соответственно по батальону из двух-трех разных полков или бригад. А когда у вас сводная группировка из разных частей, то необходимо придать ей единое командование, штаб, который построит эффективное управление такой солянкой. Неудачный штурм Гойского частями 245 и 324 полков показал важность наличия эффективного единого органа управления. Так что в условиях длящегося кризиса, когда необходимо было перехватывать инициативу у противника, а каждый день приходили новости об очередном неудачном штурме или высоких потерях в очередном селе, и число таких сел множилось на карте Чечни, генерал Шаманов лично возглавил одну из маневренных войсковых групп. В группу вошли рейдовые отряды от 166 и 136 мотострелковых бригад, а также от 276 мотострелкового полка. Группу усилили танковой ротой, самоходными гаубицами, батареей буксируемых минометов «Василек», очень удобных для горной войны, и батареей буксируемых противотанковых пушек Д-44. Группа имела свою войсковую разведку в лице разведроты 166-й бригады, на которую в рейде лег большой объем работы. Группа двигалась от шалей Курчилоя, а затем по очень трудной горной местности провела рейд по селам Веденского района, в отчины Шамиля Басаева и опорного района Восточного фронта, которым он командовал. Во многих публикациях, в том числе и о Бамуте, пишут про Басаевский спецназ, абхазский батальон, который всем везде мерещился. В действительности, Басаевские отряды находились в тот момент здесь, и именно группе Шаманова предстояло столкнуться с ними. От Курчилоя группа направилась на юг, на Хиди-Хутор и Николи-Гордали. Эти села были заняты без особого сопротивления. Басаевцы отступали еще южнее, в еще более густые леса и крутые горы, в надежде, что туда русские не пойдут. Их главной опорой стали горные села Белготои-Дарго, но группа двинулась и туда, и за Белготои чеченцы уже дали бой. Штурм Белготоя начался 4 апреля. Замысел был стандартный. Пока по селу отрабатывала артиллерия, разведрота скрытно продвигалась в обход села по горным склонам, захватывала господствующую над местностью высоту и оттуда корректировала и поддерживала огонь по огневым точкам в селе, поддерживая непосредственно штурм, который производился с тяжелой бронетехникой. Как правило, попадая в такие ситуации, чеченцы всегда спешно отступали. Подобная тактика не только позволяла эффективно брать населенные пункты с наименьшими потерями, но и была необходима для выявления и поражения огневых позиций противника. Какую бы артподготовку не проводили перед штурмом, как правило, позиции боевиков всегда были скрыты и замаскированы среди построек, укрытых горами или утопающих в кустарнике или среди деревьев. Как только начинался штурм, почти всегда неподавленные огневые точки боевиков оживали и вели огонь по наступающим. Так что было важно их своевременно и быстро выявлять, чтобы подавлять уже в процессе штурма. Вот эту задачу и решали, в числе прочих, разведчики, захватывая высоту над населенными пунктами. Утром 4 апреля разведрота 166-й бригады сумела скрытно пробраться к ключевой высоте над Белготоем, но непосредственно на ней разведчики вплотную столкнулись с группой боевиков, которые, видимо, несли там охранение. Здесь произошел известный случай с разведчиком Константином Масалевым, который в роте отличался своим внешним видом. Носил черную косынку с изображением веселых Роджеров, пиратских черепов, за что в роте его звали Костя Череп. Он вышел прямо на боевика, который, увидев человека с двухнедельной щетиной, в черной косынке, с щетками на поясе и без знаков различия, на секунду растерялся и спросил у разведчика, «Ты кто?» В ответ он получил автоматную очередь, которая раздробила ему руку и разнесла голову. Чеченец рухнул на землю, но он был на высоте не один, и остальные тут же открыли огонь, поняв, что столкнулись с русскими. Второй чеченец, который находился рядом, открыл огонь по Масалеву и находящемуся с ним в паре Роману Свахину. Свахин погиб на месте. Масалеву пуля попала в ногу и пробила закрепленный на ней нож разведчика, но он ее замедлил, и пуля вошла неглубоко. В тот момент на высоту забрались остальные разведчики, и второй чеченец спустя несколько мгновений был убит ответным огнем, что спасло Масалеву жизнь. После такой короткой, но ужесточенной перестрелки, выжившие боевики оставили высоту и отошли в село. После этого начался непосредственно штурм. В атаку пошли танки 276-го полка с пехотой 136-й бригады. В Белготое были обустроены хорошо замаскированные противотанковые позиции с танковых гранатометов СПГ-9. На въезде в село боевики открыли из них огонь и подбили главной танк. Один танкист, сержант Павел Захаров, погиб. Остальные сумели покинуть машину. Танк еще долго горел, пока не взорвался боекомплект, и он был полностью уничтожен. Боевики повредили еще два танка, однако довольно быстро их противотанковые позиции были обнаружены и накрыты минометами «Василек» и огнем танков. Отлично! Куда! Арь JC! Арь aujourd'워요! Крий! Все передали под оборудование! Арь puta! Остальные Wordsはいよ! Бой за Белготой был для боевиков проигран. И к концу дня чеченцы отошли в Дарго. Белготой обороняли серьезные бойцы с серьезным вооружением. Но умелым тактическим действием российской армии они ничего противопоставить не могли. Чудес на современной войне не бывает. И никакая стойкость чеченцев не меняла ситуацию на поле боя, если им вдруг противостояли достаточно подготовленные части и грамотные командиры. Нюанс был в том, что в российской армии имелся дефицит и того, и другого. В итоге Белготой взяли за один день, а погибшие разведчик и танкист стали единственными безвозвратными потерями. Что касается разведроты, то после боя под Белготоем, ее разведчики стали носить на головах черные повязки, вроде той, которая была у кости черепа. Это стало знаменитым отличительным символом подразделения. Константин Масалев через 20 дней уйдет из госпиталя раньше времени, чтобы вернуться в свою роту, и успеет принять участие в штурме Бамута. Там он станет известен своим интервью. И считается, что именно в честь него Невзоров назовет своего персонажа в фильме «Чистилище» Костей Питерским. Реальное прозвище – Череп. Невзоров почему-то решил в кино не переносить. Однако бои на этом не закончились. Боевики отошли в соседнее село Дарго, откуда с расположенных рядом гор обстреливали войска Белготое. Вечером огнем снайпера был смертельно ранен солдат одной из мотострелковых род Сергей Авдошкин. Группа его сослуживцев решила самостоятельно покинуть свои позиции и отправилась в направлении Дарго мстить за него, пытаясь найти снайпера. Такой самовольный порыв закончился ожидаемо. В сумерках они попали в засаду. Чеченцы в ходе нее показали впечатляющие навыки ведения огня и стрелкового оружия. Убив шестерых мотострелков, все были поражены в голову или шею. После этого эпизода военнослужащий 166-й бригады, принимавший участие в боях за Белготой, Константин Камруков в своих воспоминаниях процитировал фразу одного из офицеров бригады, ставшую после этого довольно крылатой в узких кругах тех, кто интересовался боевым путем 166-й бригады. Та армия, которую обычно демонстрируют гражданам по телевизору на день воздушно-десантных войск, с криками, ломающие кирпичи, кулаками и разбивающие себе о голову бутылки, в реальных боевых условиях никуда не годится. Надо не бутылки о голову бить, а учиться метко стрелять, как чеченцы у Белготоя. Однако на следующий день чеченцы оставили и Дарго. Группа Шаманова, взяв далее село Эрсиной, вышла к Ведено, после чего отчасти вернули свои пункты временной дислокации в районе Шали, завершив большой круг по Чеченским горам, на который ушел почти месяц. За это время все запланированные населенные пункты были очищены от боевиков, которых выдавили с их родных районов. За время рейда группа потеряла в бою 10 погибших, большую часть в районе Дарго и Белготоя, из-за безрассудных действий мотострелков. Такие потери, растянутые почти на месяц, сильно контрастировались с другими районами, где гибло в разы больше военнослужащих за один день, причем зачастую не добиваясь успеха. Эта операция стала наиболее успешной такого рода, а за генералом Шамановым окончательно закрепилась репутация главного специалиста по взлому обороны боевиков. Так что долго отдыхать частям не пришлось. Через две недели маневренная группа была сформирована вновь и была переброшена к селу Гойское. На этот раз группа состояла из 166 и 136 бригад, которым присоединился рейдовый отряд 324 полка, уже месяц осаждающих Гойское. Группа подошла к Гойскому 5 мая и первым делом стала пытаться перехватить дороги из села. Боевики, узнав об этом, видимо, сразу догадались, что с прибытием новых частей их лафа здесь закончилась. И на следующий день начали уходить из Гойского, оставив в селе небольшой арьергард. 7 мая начался штурм Гойского. Ему предшествовал час артиллерийской авиационной подготовки. Штурм велся небольшими пешими штурмовыми группами при поддержке танков, идущих за ними и поддерживающих их огнем прямой наводкой. Артиллеристы и танкисты быстро подавили семь многочисленных огневых точек, уничтожив десяток остающихся в селе боевиков. Когда штурмовые отряды зашли в село, оказывается, противления было уже некому. Окопы, в которых месяцем ранее позировали под камеру боевики, из которых они отразили первый штурм в начале апреля, теперь снимались бойцами 166-й бригады для своей бригадной хроники. Чтобы прикрыть свой отход из села, боевики активно минировали улицы Гойского, и единственными потерями стали два погибших на минах бойца 324-го полка. После Гойского маневренная группа Шаманова 17 мая взяла село Старый Очхой. Все произошло по отработанному сценарию. Войска стали блокировать село, и боевики быстро ушли, пока кольцо не замкнулось. Наконец, после этого группировка двинулась к следующей цели. Им стал Бамут. Эту небольшую краткую предысторию генерала Шаманова и его рейдов необходимо было описать, чтобы появилось общее представление о тех силах, которые в мае 96-го пришли штурмовать Бамут, и общей ситуации, которая складывалась к тому времени в Чечне. Для генерала Шаманова бессмертная крепость Бамут, как ее официально называл Дудаев, не представляла никакой загадки. Он такое видел уже не раз и знал, что с этим делать. С другой стороны, для главного штаба вооруженных силы Чкерии не был секретом путь группировки Шаманова и очищение одного села за другим. Аслану Масхадову эти действия явно напоминали то, как его выбивали из одного за другим чеченских городов весной 95-го. Так что никаких иллюзий относительно способности этой группировки взять теперь и Бамут, Масхадов не испытывал. Поэтому, и это подтверждается чеченскими данными, 20 мая 96-го Масхадов приказал оставить Бамут, не дожидаясь штурма. Однако для многих боевиков, у которых здесь были дома, пойти на такой шаг без боя было непросто. И они все же решили дать бой. А там как пойдет. Вдруг русские снова поступят шаблонно и повторят замысел первого штурма. Понятное дело, что Шаманов в сторону села даже не смотрел. Весь план операций сразу вращался вокруг идеи занятия высот вокруг Бамута. На этот раз решили поступить более амбициозно и попытаться не дать уйти боевикам, перерезав их коммуникации в горных лесах южнее Бамута. Для обустройства засад на местах предполагаемого отхода, в рейд в тыл боевикам еще накануне штурма отправилась разведрота 166-й бригады. Тут стоит отметить, что эта операция планировалась в том числе и новым начальником разведки 166-й бригады, который пришел в бригаду накануне Бамутской операции, майором Алексеем Ефентьевым. В будущем, благодаря журналистам, майор прославится так же, как и разведрота, а его позывной «Гюрза» также будет придан одному из персонажей фильма «Чистилище». Ефентьева часто называют командиром разведроты, но он был именно начальником разведки бригады. Несмотря на то, что мы подошли к финалу нашей небольшой истории, решающий штурм Бамута описан крайне скудно и почти без подробностей. При том, что данный штурм описан как с чеченской, так и с российской стороны, причем с разных подразделений. Однако, если прочитать все эти воспоминания, то сразу броситься в глаза, что они противоречат друг другу, и хотя бы общую картину боя из всего этого сложить непросто. Итак, главной сложностью штурма было то, что в силу расположения села, необходимо было брать две отдельных высоты, которые располагались по разные стороны от Бамута. Это высота 444,4, собственно знаменитая Лысая гора, и высота 629,9, которую также еще иногда называли Анжеликой. Анжелика не так знаменита, потому что в апреле 95-го все драматичные события разыгрались не на ней. Но, как видно из указания отметки высоты, она выше, чем Лысая гора. Это была такая же важная господствующая высота. Так что для штурма необходимо было действовать двумя отдельными группировками. Путаницу, скорее всего, создает и то, что в большинстве воспоминаний все участники не называют отметку высоты, а просто именуют все Лысой горой. Скорее всего, так именуют и высоту 629,9. Для наступления на Лысую гору выделили подразделение 324-го мотострелкового полка. Здесь же действовала приданная на время операции группа из 876-й отдельной роты спецназа ГРУ, которая с этого направления также должна была перекрыть пути отхода боевиков. А на высоту 629,9 наступали части 136-й и 166-й бригад. Разведрота последний с этого направления выставляла засаду на боевиков, чтобы перекрыть им отход со своей стороны. Нужно помнить, что все, что я тут черчу, это предположительная картина для простоты понимания, а не реальная карта операции, которая нигде не публиковалась. Реальность может существенно отличаться, но пока нам предстоит только самостоятельно чертить такие вот примерные стрелочки. Штурм начался 21 мая. Основные усилия были сосредоточены именно на захвате высоты 629,9, а не Лысой горы. И здесь же развернулись основные события. В отличие от привыкших к таким операциям разведчиков, мотострелкам наступление по плотно заросшим склонам далось нелегко и физически, и тактически. Боевики отлично знали местность. За долгие месяцы обустроили здесь базовые лагеря и огневые замаскированные позиции с блиндажами и окопами. Мотострелки 324 полка к Лысой горе выдвигались очень долго, с трудом преодолевая местность. И когда начался первый огневой контакт с боевиками, залегли, ступив с ними в перестрелку. Убитых 324 полк в том бою не потерял, но и продвинуться дальше в тот день не смог. А вот за высоту 629,9 разгорелся яростный бой. Непосредственно к месту боя бронетехнику подогнать было невозможно. Из-за рельефа местности БМП и танки вели огонь только с подножия склонов. Густая зелень сильно ограничивала видимость и вынуждала вести в основном стрелковый бой на близких дистанциях. В этих условиях у обороняющихся боевиков было несомненное преимущество. Им не нужно было идти вперед, не видя что в 10 метрах перед тобой, за густым кустарником, причем карабкаясь снизу вверх. Кусочек того боя был запечатлен на пленку и позволяет увидеть каково это заставить себя подняться и идти вперед в сторону лесной чащи, откуда по тебе ведут интенсивный огонь. Каждый хлесткий пронзительный выстрел которого инстинктивно вызывает желание лишь вжаться всем телом в землю и не двигаться. Задависдичный полет Первый хлесткий пронзительный голос Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok папахи, которую не снял, и долго отказывался сесть за стол с Ельциным. Однако этому предшествовало то, что Борис Николаевич не встал, когда зашел Яндарбиев и демонстративно не пожал ему руку, а разговор начал с замечания Яндарбиеву, что тот опоздал. Возмущенным всем этим Яндарбиев поприпирался, но в итоге сел за стол. И Ельцин вел разговор предельно жестко, с позиции силы. Перед ним сидел человек, предшественник которого на посту президента Ичкерии, Джохар Дудаев, был месяцем ранее убит по приказу Ельцина. И Борис Николаевич демонстрировал, что это он здесь, сильная сторона. Вот давайте поговорим. Я приеду с вами взять и в область. Я с вами с вами участвую. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если вы не равны, мы должны отвечать. Потому что я не равны с вами. Садитесь. 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 Никто еще не посмел президенту России опоздать хотя бы на 5 минут. Ну, к сожалению, это не по нашей виду. Но мы приносим с вами 20 с половиной. Вы понимаете? Мы еще раз приносим свои извинения, но повторяем это не по нашей виду. Ну, если бы это поменять каких-то наших суд, то все эти меня разберутся. Через пару дней Ельцин прилетел в Чечню и объявил, что в войне одержана победа. Вся эта жесткая риторика была нужна для очередной паузы в войне на мажорной ноте, чтобы победить на июньских президентских выборах, после которых война снова возобновится. Однако в тот момент именно взятие Бамута вместе с ликвидацией Дудаева позволили тогда Ельцину говорить с позиции силы. А средства массовой информации сумели преподнести все это как победу и превратили это в один из доводов президентской кампании Бориса Ельцина. Формально Бамут стал самым долгим сражением Чеченской войны. На деле эта эпопея представляла собой цепочку событий, сильно растянутых во времени, серьезными перерывами. Настоящих штурмов Бамута было два. Второй из них оказался успешным. Не стоит принижать усилия чеченцев по обороне Бамута. Их действия, особенно на раннем этапе, были хорошо организованы. А место расположения села делало его довольно трудным объектом для штурма на фоне многих других чеченских сел. В то же время ключевым все же являлся субъективный фактор с российской стороны. Именно неспособность российского командования выставить против Бамута адекватные данные задачи армейские силы способствовала неспособности его взять. Последующее пассивное отношение к селу также обернулось потерей инициативы, расцветом здесь вражеской активности и многими десятками жизней. Считается, что за все время в непосредственных боевых действиях, связанных с осадой Бамута, погибло 92 российских военнослужащих. Сюда не входят погибшие в результате рейдов Хачукаева в марте 96-го. Хизир Хачукаев и Руслан Хайхароев успешно ушли из Бамута в мае 96-го. К тому времени они стали единственными выжившими командирами Бамутской обороны, и вся слава досталась им. Оба стали бригадными генералами. Костяк Бамутского полка сохранился и участвовал в боях за Грозный в августе 96-го года. После войны в независимой Чечне Бамут стал чем-то вроде Брестской крепости, а село даже официально было переименовано в Бессмертную крепость Бамут. Даже стелу такую на въезде поставили. Впрочем, во Второй Чеченской войне ничего похожего на Первую оборону Бамута не произошло. Село было взято незаметно для СМИ осенью 99-го года. Руслан Хайхароев до этого уже не дожил. В августе 99-го его убьют свои же соотечественники. То ли кровная месть, то ли передел криминального бизнеса. За три года независимости воины Аллаха прилично сократили поголовье друг друга. У них там были свои 90-е. Судьба Хизира Хачукаева сложилась иначе. Он стал активным участником Второй Чеченской войны. Был командиром одного из секторов обороны Грозного. Смог выйти из города и участвовал в партизанской войне. С Басаевым отношения у него не сложились. Хачукаев был близок к Масхадову и вместе с ним потерял влияние. На серьезном оперативном уровне он партизанскими диверсионными операциями не руководил. Тихо командуя отрядом примерно в два десятка бойцов и не отсвечивая скрывался. В бой Хачукаев вступал только когда на его след выходили силовики. Именно это произошло 12 февраля 2002 года. Отряд Хачукаева скрывался в это время в селе Старые Атаги. Об этом поступила оперативная информация. В целях ее проверки в село направилась группа сотрудников ФСБ с целью проведения негласных оперативных мероприятий. По одной из версий, на встречу со сведомителем из числа местных жителей. Четверо офицеров направились в село на неприметных «Жигулях». Двух оперативников сопровождали два офицера спецназа «Альфа». По неизвестной причине то ли сведомитель оказался двойным агентом, то ли это было роковое истечение обстоятельств, но машина угодила в засаду боевиков Хачукаева. Несмотря на плотный огонь, альфовцы, майор Борис Курдибанский и майор Михаил Марченко, мгновенно среагировали. Смогли покинуть машину и открыли ответный огонь, убив двух боевиков, которые стали слежать на месте боя. Оба майора были опытными офицерами спецназа, которые служили в Альфе еще с начала 90-х. Марченко был участником операции в Буденовске, где был ранен. Альфовцы стали отходить с простреливаемого участка дороги, скатились во враги на обочине и стали уходить по ним по пересеченной местности. Боевики, которых в засаде было от 15 до 20 человек, преследовали их около полутора километров, пока альфовцы не вышли к реке, через которую переправиться было невозможно. Здесь, на берегу, прижатые к реке, они приняли свой последний бой и были убиты. Двух оперативников, командированных из Красноярского управления капитана Сергея Каргатова и майора Александра Ступникова, у которых вряд ли при себе имелось что-то кроме табельных пистолетов, боевики захватили живыми. Всю ночь их пытали и допрашивали. А наутро их тела со связанными за спиной руками и простреленными затылками бросили около сожженных жигулей. Засада и гибель четырех офицеров ФСБ имели большой резонанс. В старых этагах тут же проявили масштабную облаву и даже официально отчитались об уничтожении Хачукаева и всего его отряда. Но Хачукаев выжил и снова залег на дно. Ходили слухи, что находясь не в ладах с Басаевым и разочаровавшись в дальнейшей беготне по лесам, Хачукаев давно искал контакта с Ахматом Кадыровым на предмет амнистии, которую тот широко проводил в отношении боевиков. 6 июня 2003 года Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление об амнистии в Чеченской Республике. В данном постановлении прямо указывалось, что амнистия относилась к участникам банд-подполья, которые не были уличены в конкретных терактах и иных особо тяжких преступлениях. Среди перечня статей УК РФ, на которой амнистия не распространялась, указана статья 105 УК РФ – убийство. Убийство пленных офицеров ФСБ, которые совершили боевики по приказу Хачукаева – это пункт А, части 2, статьи 105. Не тот случай, который российское законодательство относит к подходящим под амнистию. Так что с того момента, казалось, Хачукаев обречен скитаться по горам, пока рано или поздно не будет уничтожен. Но спустя три года, в ноябре 2005 года, вышел вот этот вечерний выпуск новостей. В Чеченской республике добровольно сдался властям, чтобы воспользоваться амнистией, один из самых влиятельных главарей боевиков – Хизир Хачукаев. Он еще с 90-х занимал должность так называемого бригадного генерала и руководил действиями бандитов на западе республики. Сегодня Хачукаев обратился со специальным заявлением к своим землякам, в том числе тем, кто еще не сложил оружие. Объявляю о распуске своих подразделений и о прекращении ими противоправной деятельности на территории республики. Убежден, что эта война не нужна нашим народам. Сегодня я вижу угрозу чеченскому народу преступной деятельности разного рода религиозной и эксимистской организации, действующей на территории Чечни, Чеченской республики. Спонсируем международный терроризм, они нарушают многовековые устои традиционной исламу и пытаются тем самым втянуть чеченский народ в длительную кровопролитную войну. Я призываю чеченскому народу задуматься о том, как мы будем жить дальше, как будут жить наши дети. Прошу принять самое активное участие в парламентских выборах Чеченской республики с целью дальнейшего формирования всех институтов власти. Как такое могло произойти? Точные детали официально не разглашались. В газете «Коммерсант» по горячим следам об этом была вот такая статья с одной из версий. В дальнейшем СМИ историю с амнистией Хачукаева особо не освещали. Как в таких случаях принято говорить в родной стране? Все все понимают? Выполнив свою часть сделки и зачитав выданный ему текст с призывом идти на выборы, Хачукаев, однако, не встроился в публичное поле Чечни и снова затерялся, ведя, видимо, спокойную частную жизнь. Никаких упоминаний о нем после 2005 года нет. Точно неизвестно, даже жив ли он до сих пор. Но, как я сказал, Хизир Хачукаев прошел длинный и насыщенный жизненный путь. И герой Бамута, скорее всего, этот путь еще не закончил. Это последний человек, который, видимо, смог бы пролить свет на многие подробности и загадки осады Бамута. В том числе и о казни в нем русских солдат своими коллегами. Пусть даже не для следствия, а для истории. Но Хачукаева об этом никто никогда не расспросит. Как никто и никогда не спросит с него за его деяния. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ